«Можешь присоединиться к моей команде. Таким образом, тебя не будут преследовать». Ниянь был удивлен. Он уставился на Перлэсдиану. Парень мог сказать по ее глазам, что эльфийская магесса была искренней. Она действительно была слишком добродушной, раз рискнула не только протянуть руку помощи незнакомцу, но и предложила вступить в свою команду. «Эй, мы уже давно разговариваем, а ты даже не сказал мне свое имя». Перлэсдиана сказала с усмешкой. Она смотрела на Нияня, совершенно не скрывая любопытства в своих глазах. «Мой Янь», молодой человек, выбрал первый пришедший на ум имя. Тот самый Мой Янь, который не любит говорить один. Перлэсдиана пошутила. Расстояние между ними было всего три метра, уже в пределах досягаемости вора. Тем не менее, она не совершенно не казалась настороженной в отношении собеседника. Аэн не знал, было ли это абсолютной уверенностью в себе или чистой глупостью. Ниянь бросил взгляд на свой чат. У племени невероятных людей было шестьдесят игроков поблизости. Они скрыли свою информацию и были в плащах, потому что обнаружили группу из корпорации Ангела. Если бы они проявили себя, разгорелась бы огромная битва. Ниянь посмотрел вдаль. Группа игроков корпорации Ангела собралась у входа в здание. Казалось, они что-то делают, но он не мог точно определить, что именно. Только то, что они были на страже. Перлэс Диана уставилась на Нияня. С тех пор, как девушка заметила его, она могла сказать, что он не простой игрок. Это говорила Диане ее женская интуиция. Поэтому, когда она увидела, что его преследуют неигровые персонажи, девушка старалась и изо всех сил помочь парню в попытке подружиться с ним. Ее круг друзей в Империи Сатрин был довольно широк. Всякий раз, когда она сталкивалась с экспертом, всегда было лучше попытаться подружиться с ними. Даже с учетом этих мыслей ее и намерения были чисты. У девушки не было скрытых мотивов. Ниянь вежливо отклонил ее приглашение. В этот момент 16 человек подошли к ним. Они были товарищами по команде Перлэс Дианы. Все их снаряжение было довольно приличным со здоровым разнообразием разных классов. Их средний уровень был намного выше 140-го. Они были определенно сильной командой. Даже большинство гильдий не могли собрать такой состав. Эти игроки не были простыми. «Привет, ты тот парень, о котором говорила Перлэс Диана. Меня зовут Тара», — сказал высокий воин с сердечным смехом, хотя лицо его выглядело довольно сердитым. В нем было около 6 футов и 5 дюймов и одет парень был в тяжелые доспехи. Он казался простым человеком. «Привет, мой Янь, я Саната, приветики». Все тепло приветствовали Нияня, шутя друг с другом. Ниянь был удивлен. Он чувствовал беспрецедентную чистоту от этих людей. Они вовсе не были настроены против юноши. То, как они относились к незнакомцам, совершенно отличалось от отношения большинства игроков. Парень был удивлен, что в Цанвецте он действительно была такая группа людей. Молодой человек вспомнил, как он был похож на них, когда впервые вошел в игру, относясь ко всем с нулевой настороженностью. Только после того, как его обманывали снова и снова, лгали на каждом шагу. Ниянь осознал, что это мир живет по принципу «человек-человеку-волк». Если бы он хотел насладиться игрой, то должен был бы быть немного умнее. Ниянь погрузился в тишину. Возможно, эти люди действительно рассматривали Цанвецте он как игру. Между тем он относился к этому, как к своей жизни. Приятно с вами познакомиться, кивнул Ниянь. Эти люди заставили его вспомнить давно забытые чувства. «Брат, какой квест ты делаешь в городе грехов? Если тебе нужна помощь, мы можем помочь», — сказал Тара. «Я тоже пришел сюда один. У меня не было друзей. Потом я встретил Перлэс с Диану. Она пригласила меня в свою команду, и теперь у меня появилась целая группа друзей. Ребята, а вы не боитесь, что я вас обману? У нас такое ощущение, что ты не такой человек. Плюс это всего лишь игра. Даже если нас обманывают, это не страшно. Мы просто ищем единомышленников». Тара усмехнулся. «Извините, но я решил выполнить свой квест в одиночку. Но я очень рад, что встретил вас, ребята. И все же я уйду первым», — сказал Ниянь, поворачиваясь, чтобы уйти. «Он решил не присоединяться к этим людям, чтобы не втянуть их в грядуший беспорядок». Перлэс с Диана, Тара и другие были в растерянности, наблюдая, как Ниянь уходит. «Он, вероятно, не нуждается в нашей помощи. Забудьте об этом», — сказал Тара. «Так как мой Янь не хотел их помощи, они не стали бы навязываться парню». Согласна, Перлэс с Диана кивнула. Ниянь направился туда, где собрались игроки корпорации Ангела. «Сообщите о вашем местоположении», — сказал Ниянь в голосовом чате. 238-281-28, 238-282-81. Молодой человек осмотрел окрестности и приметил некоторых игроков в пепельных плащах. Они принадлежали племени невероятных людей. Блейдлайт занимался зачисткой подземелья с большинством игроков, только несколько второсортных игроков остались в городе Грехов. Они были здесь, чтобы следить за ситуацией, а не воевать. «Сколько людей из корпорации Ангела здесь?» — спросил Ниянь. Отчитываясь Боссу, сообщаю, что в крае мира около тысячи игроков. Большинство из них заняты зачисткой подземелья. В городе Грехов 60 игроков. «Все они — высшая элита корпорации Ангела», — сказал вор. Ниянь посмотрел на группу игроков корпорации Ангела, собравшихся на расстоянии. Они толпились у входа в здание по двое-трое, беседуя друг с другом. Они казались довольно расслабленными, но регулярно сканировали глазами местность вокруг и это было доказательством того, что ребята оставались на чеку. Ниянь понятия не имел, что эти люди делали там. Он как раз собирался пойти исследовать этот вопрос, когда игрок в лазурной кожаной броне с длинным луком, пристегнутым к спине, вышел из здания. Игроки корпорации Ангела немедленно расступились, чтобы пропустить его. Их выражения лиц были чрезвычайно уважительными. Зрачки Ниянь сузились. Это был на самом деле он. Они встретились снова. Это был не простой человек, а лидер гильдии корпорации Ангела, Ангутянши. Губы Нияня изогнулись в холодной улыбке. Этот мир был действительно маленьким. Ангутянши полностью изменил свое снаряжение с тех пор, как Ниянь видел его в последний раз. Его лазурная кожаная броня и серебристый длинный лук с вырезанными на нем магическими рунами дополняли красивый внешний вид лидера корпорации Ангела. Он был окружен внушительной аурой. Ниянь должен был признать, что Ангутянши был невероятно талантливым человеком. Когда игроки на улице начали замечать Ангутянши, они начали шептаться. Босс корпорации Ангела, появляющийся на глазах общественности, был довольно редким зрелищем. Глаза Нияня сверкали холодным светом. Юноша задавался вопросом, должен ли он пойти или подарить Ангутянши дружеское приветствие. На стороне Ангутянши было 60 экспертов из корпорации Ангела. Ниянь должен был бы учитывать их. Более десятка были даже мастерами. Это было немного хлопотно. Даже если среднее качество мастеров упало с момента последнего обновления, на них все равно нельзя было смотреть свысока. И здесь их было так много. Ниянь на мгновение задумался, потирая подбородок, прежде чем придумать план. Он вошел в скрытность и исчез в соседней Аллея. Убедившись, что его никто не заметил, Ниянь вызвал своего теневого клона. Его тело раскололось на две части. Холодный ветер дул через щели между зданиями, заставляя игроков чувствовать неприятное покалывание на щеках. Ангутянши огляделся. Атмосфера здесь была темная и удручающая для него. Это дурацкая погода. Это просто игра. Почему она так чертовски реалистична? Ангутянши продолжал мысленно ругаться. Босс, я думаю, им понадобится как минимум три часа, чтобы вернуться сюда. Мы действительно должны ждать здесь? Спросил Войнорг. Он был никем иным, как доверенным лицом Ангутянши, Стоун Сплиттером. Босс, я только что получил сообщение о том, что Нирвана Флейм был замечен у входа в край мира сразу после нас. Возможно, он уже внутри, сказал магистр. Настроение сразу стало напряженным. Группа почувствовала, как их сердца упали, когда они услышали слова магистра. Они не могли удержаться от того, чтобы не осмотреться. Нельзя было сказать, что безумный разбойник сейчас не смотрел на них из какого-то темного угла. Чувство опасности подкралось к ним. Мы не можем его поймать. Как только он войдет в скрытность, его невозможно будет найти. Даже если я установлю тотым обнаружение, вздохнул шаман. Он несколько раз сталкивался с Нирваной Флеймом. Каждый раз это заканчивалось поражением шамана. Это оставило глубокую тень в его сердце. Даже просто услышав слова «Безумный разбойник» или Нирвана Флейм. Он дрожал от страха. «Не нужно его искать, он приедет за нами сам», — тихо сказал Ангутянши. Хотя люди, находящиеся под ним, могли оказать некоторую помощь, он знал, что будет вынужден положиться только на себя, если хочет иметь дело с Нирваной Флеймом. Ангутянши не ожидал, что подчиненные окажут большую помощь. Другие игроки быстро стали бдительными, боясь внезапной засады. Ангутянши был прав, Нирвана Флейм придет за ними. Ангутянши сделал несколько шагов вперед, выглядя совершенно невозмутимым. Никому не было известно, что в углу здания скрывался некий тайный объект. Это была тонкая деревянная палочка с прозрачным кристаллом. Она была до такой степени мала, что была совершенно незаметной для нетренированного глаза. Даже если бы кто-то случайно ее заметил, они бы подумали, что это обычная палка, и не придали бы палочке большого значения. На самом деле это был предмет под названием разоблачителем сарина. Эта палка выглядела обыкновенно, но это был инструмент чрезвычайно высокого ранга, созданный мудрецом-хранителем корпорации Ангела. Он может обнаружить жизненную силу всех живых существ в окружающей среде. Ангутянши мог использовать ее, чтобы обнаружить любого вора поблизости. Что делало этот артефакт особенным и слишком сильным, так это то, что не имело значения, насколько высок чей-то статус скрытности, потому что обнаружение совершалось путем считывания жизненной силы. Другими словами, чем выше статистика, тем больше шанс обнаружения. Конечно, этот предмет был и дорогим, и невероятно сложным в изготовлении. Сама палка была сделана из дерева обокру, у которого был шанс один на три тысячи выпасть из черного крылатого геллиона, короля теневого леса. До сих пор их собрали только 16 штук. Можно представить, насколько редким был этот материал. Что еще хуже, это был предмет одноразового использования. Ангутянши тайно установил палочку, скрывая это движение за обычной прогулкой. Активируя разоблачитель сарина, Ангутянши обнаружил реакцию. Его губы изогнулись в слабые улыбки. Таким образом, ты находишься здесь. Лидер корпорации Ангела не обернулся, чтобы посмотреть, где прячется безумный разбойник. Он не хотел испортить сюрприз. Битва между ними двумя только начиналась. С текущей силой Нирваны Флейма Ангутянши не мог встретиться с ним лицом к лицу. Он мог полагаться только на свой заранее подготовленный сюрприз. Почувствовав, как противник медленно движется к нему, Ангутянши сильно напрягся, и его дыхание замедлилось. Каждый шаг, который делал Нирвана Флейм, заставлял его чувствовать огромное давление. Игроки из корпорации Ангела понятия не имели, что столкновение между Нирваной Флеймом и Ангутянши уже началось. Они все еще были разбросаны вокруг, болтая друг с другом. Хотя игроки по-прежнему были предельно бдительны, время от времени оглядываясь по сторонам в поисках чего-то неуместного, они немного снизили свою защиту. Если бы эти игроки корпорации Ангела регулярно не сканировали окрестности, Ниянь был бы предельно подозрительным. Тем не менее они демонстрировали достаточно дисциплины. Убедившись, что все выглядит нормально, молодой человек активировал предельное исчезновение и подошел к группе. Глаза Нияня скользнули по этим экспертам из корпорации Ангела, прежде чем наконец сосредоточиться на Ангутянши. Несмотря на то, что эти люди были экспертами, единственным, кто мог заставить его принять меры, был сам Ангутянши. 50 метров, 30 метров, 20 метров. Время медленно проходило, а расстояние становилось все короче или короче. Ангутянши все еще ходил, как обычно, по-видимому, не замечая угрозы вторжения. Ниянь был довольно уверен в своей скрытности. Было очень немного тех, кто мог обнаружить его, если вообще имел на это шансы, когда юноша использовал предельное исчезновение. С расстояния в 10 метров нормальные воры могли устроить засаду. Все, что им нужно было сделать, это ускориться и нанести смертельный удар. Для большинства игроков было бы очень сложно вовремя среагировать. Ниянь не действовал опрометчиво и продолжал приближаться. Когда два эксперта боролись, терпение могло означать разницу между победой или поражением. Он не мог дать противнику никакой возможности среагировать. Ниянь собирался подойти ближе, когда ситуация внезапно изменилась. Ангутянши обернулся и пошел к нему. Это внезапное развитие событий полностью застало Нияня врасплох. Лицо Ангутянши было таким же, как и раньше. Его взгляд ни разу не уставился на Нияня. Уловка была разыграна на отлично. Ниянь не имел ни малейшего понятия, что его скрытность уже была развеяна в глазах противника. Десять метров, пять метров, три метра. Обе стороны становились все ближе и ближе, пока между ними не осталось всего три метра. Ниянь бросился вперед и прочертил в воздухе блестящую дугу своим кинжалом. Сдохни. В этот момент глаза Ангутянши вспыхнулись насмешкой. Ниянь прыгнул вперед и вонзил свой кинжал в грудь Ангутянши. Шокированные возгласы прозвучали повсюду. Практически все были застегнуты врасплох внезапным появлением безумного разбойника. Обнаружив, что Нирвана Флейм пробрался сквозь них совершенно незаметно, эти шестьдесят игроков из корпорации Ангела почувствовали, что их скальпы немеют. Этот опытный вор был гораздо страшнее, чем даже самый сильный воин. Он может забрать твою жизнь задолго до того, как ты узнаешь, что именно тебя убило. Они чувствовали беспомощность, страх, поднимающийся из глубины их сердец. Если бы Ниянь хотел этого, он мог бы просто убить каждого из присутствующих и забрать их с таким трудом заработанное снаряжение. И они ничего не могли с этим поделать. В тот момент, когда его кинжал пронзил грудь Ангутянши, Ниянь что-то почувствовал. Хотя он не мог сказать, что именно это было, но что-то ощущалось по сути своей совершенно неправильным. Возможно, его засада прошла просто слишком гладко. В следующее мгновение тело Ангутянши раскололось, как стеклянная статуя и рухнуло на землю. Темная энергия захватила Нияня. Он взглянул на свою строку состояния. Это были оковы тьмы. Оковы тьмы отличались от оков борьбы. Помимо предотвращения телепортации цели, она также не позволяла запечатанному персонажу использовать какие-либо навыки побега. Это был самый неприятный аспект. Дерьмо. Ловушка. Подумал молодой человек. Не позволяй ему бежать. Убейте его. Дюжина или около того игроков в непосредственной близости взревели, выкрикивая приказы, и одновременно подняли свое оружие. Они отреагировали довольно быстро. Умри. Стоунсплиттер взмахнул мечом и выпустил удар в форме полумесяца. Бу-у-у. Земля раскололась, и ударная волна обрушилась на Нияня. Молодой человек сумел увернуться от нескольких виноградных лоз, которые пробились к нему из-под земли под ногами. Вуш, вуш, вуш. Три стрелы, замаскированные лозой, полетели прямо к Нияню. Молодой человек заметил Нгутянши в 60 метрах от себя краем глаза. Стрелы были выпущены именно его луком. Нгутянши был действительно хитрым. Как лидер гильдии корпорации Ангела и Легенда предыдущего времени, он не был противником, которого нужно воспринимать легкомысленно. Это было начало настоящей битвы. С бесчисленными атаками, собирающимися поразить его, Ниянь прыгнул высоко в воздух с навыком прыжка. Три стрелы пронеслись мимо его щек. Босс заблокировал его с помощью оков тьмы. Не дайте этому парню сбежать. Стоунсплиттер надрывно кричал, повернувшись назад к Нирване Флеймо и сфокусировавшись на противнике, который вскоре попадет под его клинок. Игрок увидел, что силуэт появился позади него. Темная тень, идеально напоминающая безумного разбойника. Стоунсплиттер почувствовал опасность, но было уже слишком поздно. Острый кинжал вонзился ему в затылок, ошеломив парня. После выведения из строя Стоунсплиттера теневой клон продолжил работу перерезанием горла. ПСФХТ. Кровь фонтаном брызнула в воздух. Глаза Стоунсплиттера закатились к его затылку, когда он рухнул на землю. Парень полностью забыл об ужасающем навыке теневого клона Нирваны Флеймо. Теневой клон лишь на мгновение вышел из скрытности, а затем снова исчез. Окружающие игроки в шоке посмотрели на труп Стоунсплиттера. Ангутян Ши использовал разоблачитель Сарина, чтобы захватить второго Нирвану Флеймо, но теневой клон был уже вне диапазона. Его движения были слишком быстрыми, он ничего не мог сделать. Босс, какой из них настоящий? Спросил игрок. Если бы тот, на кого они целились все это время, был теневым клоном, они бы потратили впустую свои ресурсы и время восстановления. Особенно против такого противника, как Безумный Разбойник, даже малейшая ошибка может привести к уничтожению всей команды. Два эра. Один был на открытом пространстве. Другой был спрятан в тени. Никто не знал, какой из двух воров являлся реальным, а какой — фальшивым. Ангутян Ши тоже растерялся. Он полагал, что выманил Нирвану Флеймо, но парень понятия не имел, был ли это настоящий Безумный Разбойник или только его клон. Учитывая, насколько хитрым был Нирвана Флейм, ни одну из этих возможностей нельзя было исключать. Ния не использовал этот момент колебания, чтобы переключить кровавый кинжал на меч Зинарда. Все, кто видел его бушующее пламя, трепетали от страха. Молодой человек немедленно обрушил свою атаку. Уничтожающий разрез. Десять огромных мечей сорвали с неба, сливаясь в один. Бум! Около двадцати игроков на пути навыка были отправлены в полет. Только мастерам удалось увернуться вовремя и избежать какого-либо урона, хотя они все еще покрывались неприятным липким потом от страха. Какой пугающий навык! Они отступили в тревоге, изо всех сил пытаясь подготовиться ко второму раунду атак, только чтобы услышать за ними леденящий кровь крик. Магистр был убит теневым клоном. Им почти казалось, что они были окружены одним игроком. Капли холодного пота стекали по их шеям. Тем не менее игроки Корпорации Ангела приготовились и продолжили сражаться. Сцена битвы стала хаотичной. Игроки Корпорации Ангела полностью окружили Нирвану Флейма. Тем не менее он был такой же скользкий, как Галец, и противники все еще не знали, сражались ли они с настоящим персонажем. Губы Нияня изогнулись в холодной улыбке. У него все еще было много смертельных ходов, включая вызов стражей Рока. Молодой человек мог противостоять этим игрокам. В то время как Ниянь столкнулся с игроками из Корпорации Ангела, теневой клон проскользнул за спиной Ангутянши. С помощью разоблачителя сорина Ангутянши мог ясно ощутить приближение теневого клона. 15 метров, 13 метров, 10 метров. Он внезапно вскинул лук и выстрелил в противника тремя стрелами. Сердце Ниянь трепетало. Ангутянши может каким-то образом обнаружить игроков, несмотря на скрытность. Неудивительно, что его первоначальная засада не удалась. Как только стрелы Ангутянши собирались поразить его, Ниянь уклонился с траекторией атаки. Бум, бум, бум. Стрелы внезапно взорвались с громкими взрывами. Не было времени реагировать. Все, что было рядом со взрывами, оказалось отправлено в полет. Теневой клон был в плачевном состоянии. Несколько соседних магистров напали на него с помощью магического обстрела. Он вскочил на ноги и активировал штормовой шаг, чтобы убежать. Ниянь прыгнул в воздух, взлетев на 10 метров, прежде чем приземлиться на стену здания, как паук. Он прыгнул так далеко только одним движением. Молодой человек и его теневой клон разделились и побежали в двух разных направлениях. Ангутянши на мгновение заколебался, прежде чем последовать за тем, что был на другой стороне здания. Я поймаю этого. Ребята, вы идете за другим. Пришло время показать его истинные способности. Ангутянши тихо начал бубнить под нос, повторяя заклинание. Пара черных крыльев выросла из его спины. Они были 3 метра в длину. Со взмахом крыльев парень рванулся вперед, как пушечное ядро. Ниянь сбежал, только чтобы услышать порыв ветра позади себя. Он повернул голову и обнаружил, что Ангутянши быстро приближается к нему. При виде крыльев, торчащих из спины Ангутянши, сердце Нияня упало. Дерьмо. Он на самом деле получил крылья Сорина. В истории Цанвецтеон Сорин был членом крылатого племени, которая родилась с черными крыльями. Он был завоевателем, который привел свой народ к славе, прежде чем в конечном итоге основал свою собственную нацию. После его смерти нация пришла в упадок, прежде чем исчезла в реке времени. На континенте оставалось много следов, от подземелий до квестов и снаряжения. Эти крылья были, пожалуй, самыми известными из оставшихся наследий, поскольку они были напрямую связаны с Сорином. Они выпадали из черного крылатого геллиона, короля леса тьмы. Во всей игре было только шесть типов крыльев. Ходили слухи, что шанс выпадения крыльев Сорина был один к полумеллиону, но Ангутянши действительно сумел их заполучить. Крылья отличались от летающих маунтов. Они давали гораздо больше свободы в воздушном бою и больше подходили для дальнобойных классов, являясь настоящим сокровищем для охотников на демонов. Пара крыльев может увеличить боевое мастерство охотника на демонов в несколько раз. Ниянь первоначально отбросил получение крыльев Сорина, считая их слухами. В конце концов, кто когда-либо слышал о такой нелепости, как один к полумеллиону. Однако он оказался неправ. Юноше было любопытно, кто их заполучил. Вполне вероятно, что Ангутянши просто окупил эти крылья. Как лидер гильдии корпорации Ангела, он определенно обладал такой возможностью. Ниянь думал о крыльях, которые он искал. Они определенно будут лучше, чем крылья Сорина. Однако у него не было времени, чтобы выполнить этот квест прямо сейчас. В любом случае, так как у Ангутянши теперь были крылья, с ним было бы гораздо сложнее иметь дело. Летающий лучник, ты не можешь телепортироваться или использовать любые навыки побега. Давай посмотрим, как ты выберешься из этого. Ангутянши усмехнулся. Парень был уверен на 80%, что тот, кого он преследовал, был настоящим нирваный флеймом. Ангутянши выпустил еще три стрелы в сторону Нияня, в уж, в уж, в уж. Они мчались вперед, как молния. Ниянь почувствовал, как стрелы со свистом несутся в его сторону. По звуку, исходящему от них, юноша мог приблизительно угадать их направление и скорость. Их наконечники были покрыты потрескивающей молнией. Он понятия не имел, что это застрелы, но, вспомнив потерю здоровья, которую перед нем его теневой клон незадолго до этого, молодой человек не осмелился быть небрежным. Он выстрелил паутиной и рванулся вперед. Бум, бум, бум. Три взрыва сотрясали землю позади него, повсюду разлетались обломки. Некоторые осколки поразили беглеца, так как двигались с чрезвычайно высокой скоростью. Ниянь избежал главного удара атаки. Он обернулся и нырнул в маленький переулок. Ангутянши не собирался позволить противнику убежать так легко. Он внимательно следил за ним, умело маневрируя между двумя зданиями. Парень вытащил еще три стрелы и натянул тетиву. Ниянь продолжал бежать, время от времени оглядываясь назад, чтобы подтвердить позицию Ангутянши. Если бы это был кто-то другой, когда несчастный встретил бы охотника на демонов с крыльями Сарина, у него было только два пути. Один это опрометь убежать, а другой смерть. Однако в этот момент юноша был чрезвычайно спокоен. Это была просто пара крыльев. Ниянь ни капли не боялся. Ниянь и Ангутянши двигались между плотно построенными зданиями города грехов на высокой скорости. Ангутянши выпускал залпы стрел один за другим. Ниянь ловко увернулся, когда позади него разразились взрывы. Ангутянши следовал за противником по пятам. После экипировки крыльев Сарина его скорость передвижения увеличилась на 300 процентов. Этого едва хватило, чтобы не отставать от нирваны Флейма, что невероятно расстроило его. Насколько же невероятной была статистика безумного разбойника, ни одна стрела не нашла свою цель. Ангутянши почувствовал, что его сердце кровоточит. Это были зачарованные магией взрывострелы, которые он специально создал для такой битвы. Каждая из них обошлась охотнику на демонов в шесть сотен золота, а у него было всего 200 штук. Складывалось впечатление, что у нирваны Флейма были глаза на затылке, когда он каким-то образом продолжал уклоняться от стрел в тот самый миг, когда они уже должны были поразить вора. Ниянь также постоянно нырял в разные переулки, что сильно замедляло Ангутянши. Когда погоня продолжилась, Ангутянши увидел, что путь впереди был заполнен киосками и проходящими людьми. Его губы изогнулись в жестокой улыбке. Посмотрим, куда ты убежишь на этот раз. Лидер корпорации Ангела начал тихо читать заклинания и активировал быстрый огонь. Он вынул три стрелы из колчана, наложил их на лук и натянул тетиву. Вуш, вуш, вуш. Стрелы понеслись по воздуху со свистом. Он повторил это еще два раза подряд. Девять стрел полетели прямо к безумному разбойнику. Ниянь поднял голову, чтобы обнаружить перед собой большую толпу, блокирующую его путь с продавцами НПЦ по обе стороны улицы. Там не было ни одного открытия. Он был заблокирован. Сердце молодого человека упало. Это будет неприятно. Девять стрел пронеслись позади него. Основываясь только на их звуке, Ниянь определил их скорость и точное положение. Поскольку его путь вперед был заблокирован, у Нияня был только один вариант. Собравшись с духом, он обернулся и помчался в сторону Ангутянши. Первые три стрелы. Ниянь отпрыгнул с траекторией их полета, когда они устремились юноши в грудь. Три прошел, шесть осталось. Фигура Нияня размылась в бесчисленных остаточных изображениях, когда он использовал шаги иллюзии. Бу-бум-бум. Три стрелы ворвались в толпу позади и взорвались, убив более двадцати игроков и двух НПЦ. В толпе поднялась шумиха, а проклятия посыпались со всех сторон. Блять, кто это сделал? Я был почти убит. Кто бы это ни сделал, заплатит. Они внезапно замолчали, глядя на двух сражающихся. Одним из них был Нирвана Флейм, а другим — Нгутянши. Никто здесь не осмелился искать ссоры с этими двумя, дабы не навлечь на себя неприятности. В конце концов, они были двумя самыми могущественными игроками праведной фракции. К игрокам летело еще несколько стрел. Их лица побледнели, и они сразу же бросились бежать в стремлении спасти свои жизни. Ниянь не мог повернуться, чтобы увидеть опустошение, вызванное взрывами, но он мог очень хорошо его себе вообразить. Нгутянши был в шоке. Он не ожидал, что Нирвана Флейм уклонится от таких атак. Как только охотник на демонов потянулся за стрелами, Ниянь прыгнул в воздух, как пушечное ядро, и приземлился на краю здания. Он оттолкнулся от стены и полетел в сторону Нгутянши. Идя, как Нирвана Флейм двигается к нему с удивительной скоростью, Нгутянши почувствовал, как его сердце затрепетало. Его первым инстинктом было уклонение. Парень взмахнул крыльями и откинулся назад, выпустив еще один залп стрел. Несколько взрывов спустя более 80% толпы было уничтожено. Переулок был испещрен многочисленными кратерами, разбросанными по земле, и повсюду валялся мусор. Оставшиеся в живых были глубоко потрясены. Что это за стрелы? Их сила атаки была слишком пугающей. Они подняли головы, чтобы посмотреть на две фигуры, сталкивающиеся в воздухе. Ангутянши взмахнул крыльями и двигался, как ветер, изредка стреляя залпами стрел. Куда бы эти стрелы не попадали, они создавали ужасающие взрывы. Что касается Нирваны Флейма, он использовал комбинацию навыков прыжка, ползания и раскачивания на паутине, чтобы передвигаться. Его силуэт метался влево и вправо между зданиями. Несмотря на то, что у безумного разбойника не было никаких крыльев, он казался даже более проворным, чем человек с сонными. Самым шокирующим было то, что он мог даже увернуться от стрел Ангутянши, находясь в воздухе. Эти два одаренных монстра. Наблюдатели были свидетелями битвы самого высокого уровня. Это была высота, о которой они могли только мечтать. Пока Ниянь преследовал Ангутянши, выскочило уведомление. Ваш теневой клон был убит. Взглянув на свои уведомления, он обнаружил, что теневой клон сумел забрать 13 жизней, прежде чем, наконец, был убит сам. Это определенно был неплохой обмен. Потратив столько усилий и потеряв 13 товарищей только для того, чтобы узнать, что враг, которого они убили, был клоном. Ниянь уже мог представить их реакцию. Весть о смерти теневого клона также быстро достигла Ангутянши. Он подтвердил, что противником перед ним был настоящий Нирвана Флейм. Битва стала еще более напряженной. Окружающие здания были разрушены взрывными стрелами Ангутянши. Несмотря на то, что Ниянь был очень быстр, он не мог двигаться так свободно в воздухе, как Ангутянши. Так что ему было трудно поймать своего противника. В другом месте города по переулку бежал Войн Орг в золотых доспехах. Он остановился перед группой из 20 игроков корпорации Ангела. Где босс? Спросил Войн Орг. Ивел Монарк. Босс преследует Нирвана Флейма где-то в городе. Просто следи за взрывами. Мы знаем не больше, чем ты, сказал магистр. Другие игроки из корпорации Ангела с интересом взглянули на Ивел Монарка. Этот человек был для них загадкой, редко раскрывая себя. Многие слышали о нем, но очень немногие действительно видели этого человека. Они понятия не имели, что это за игрок. Ивел Монарк нахмурил брови. Все, призовите своих летающих маунтов. Следуйте за мной. Он волновался, что что-то случится с Ангутянши. В конце концов, о безумном разбойнике нельзя судить со здравым смыслом. Понял. Статус Ивел Монарка в корпусе Ангела был чрезвычайно высок. Даже Ангутянши относился к нему с уважением, не говоря уже об этих случайных элитах. Все вызвали своих летающих маунтов. 20 с лишним игроков взлетели в воздух и направились к месту битвы между Нирваной Флеймом и Ангутянши. Ниянь постепенно приблизился к Ангутянши. Расстояние между ними было всего 5 метров. Он приклеился к стене и набросился на Ангутянши сзади. Безумный разбойник нанес удар кинжалом в затылок Ангутянши. Сдохни. Его кинжал был молниеносным. В этот момент между жизнью и смертью Ангутянши внезапно повернулся. В его руке появился короткий меч. Он поднял оружие, чтобы парировать. Кланг. Кровавый кинжал и короткий меч столкнулись. Ангутянши был оттеснен невероятной силой удара. Гравитация снова схватила Ниянь, утащив его обратно на землю. Ангутянши был довольно хитрым. Он фактически вытащил короткий меч, чтобы парировать атаку. После того, как Ангутянши восстановил равновесие, он оглянулся. Оба противника смотрели друг на друга, когда их взгляды вспыхнули убийственным намерением. Оба знали, что если они потеряют хладнокровие, то проиграют. Ангутянши взмахнул крыльями и выпустил еще один залп стрел. Когда Ниянь упал после столкновения, он схватился за ближайшую крышу и перевернулся на нее, уклоняясь от трех стрел. Молодой человек еще раз набросился на Ангутянши. Лидер корпорации Ангела снова взмахнул крыльями, стремительно отступая. Ниянь посмотрел вверх, его ноги все еще двигались быстро, как молния. Над ними кружили 20 летающих маунтов. Они кружили в небе. К счастью, он и Ангутянши сражались в закрытом переулке. Они никак не могли спуститься. Ниянь не испугался прибывших летающих маунтов и бросился в погоню за Ангутянши. Ивел Монарк ехал на спине большой синей летучей мыши. Посмотрев вниз и увидев, что на Ангутянши оказывает давление безумный разбойник, он приказал. Все магистры и темные охотники на демонов, сойдите и помогите боссу. Три магистра и один темный охотник на демонов спрыгнули со своих летающих маунтов. Будьте осторожны. Помните, что враг это Нирвана Флейм. Ивел Монарк не упустил возможности напомнить им этот факт, понял. Когда их ноги коснулись земли, три магистра взмахнули своими посохами, быстро вызывая магию, в то время как темный охотник на демонов выхватил свой длинный лук и сфокусировался на Нирване Флейме, выпустив три стрелы. Ниянь заметил четыре силуэта, приземляющиеся на крыше нескольких близлежащих зданий. Его сердце дрожало. Сангутянши уже было достаточно трудно справиться. Теперь ему пришлось столкнуться с тремя магистрами и темным охотником на демонов. Небольшое преимущество, которое он получил, исчезло за секунду. Ниянь был в меньшинстве, и Ангутянши также значительно улучшился. Поэтому молодой человек решил отступить. Ниянь спрыгнул на землю и оторвался от Ангутянши. Видя, как Нирвана Флейм пытается убежать, Ангутянши немедленно отправился в погоню. Волна магии и заклинаний обрушилась на безумного разбойника. Ниянь активировал святое наследование из медали 10 святых паладинов, получив 15 заклинаний и 6 стрел в лоб. Строка значения урона в 5000 единиц поднялась над его головой. Это был урон от Ангутянши и стрел темного охотника на демонов. Он был невосприимчив ко всей магии в течение трехсекундной длительности святого наследования. Даже взрывная магия на стрелах Ангутянши оказалась бесполезной. Челюсти противников в шоке отпали. Черт, какая у него защита. Моя атака нанесла только 5000 урона. У него более 50 тысяч здоровья. Моя магия не сработала. Он активировал магический иммунитет. Бесчисленные атаки безжалостно ударили Нирвану Флейма, но им удалось нанести чуть более 20 тысяч урона. Через несколько коротких секунд он оторвался от игроков корпорации Ангела. Дерьмо. Поймайте его. Не дайте ему уйти. Игроки из корпорации Ангела отправились в погоню, прыгая с крыши на крышу. Ангутянши также ускорился в погоне за Нирваной Флеймом. Все игроки корпорации Ангела в городе Грехов или рядом с ним, слушайте мои команды. Нирвана Флейм находится по координатам 285.2830. Никто из вас не должен терять время понапрасну. Захватите его немедленно, приказал Ангутянши в голосовом чате. Да, сэр. Игроки из корпорации Ангела ответили грозным унисоном. В настоящее время в городе Грехов находится около 3000 игроков корпорации Ангела. Все они двинулись, чтобы окружить безумного разбойника. Прошло совсем немного времени, прежде чем он попал в ловушку. Эти игроки идеально подходили для работы. Они знали город Грехов, как тыльную сторону своей руки, и были экспертами высокого уровня, носящими одни из лучших предметов экипировки. Не говоря уже о том, что у них у всех были специальные предметы, которые могли спасти их жизни или обмануть врага. Даже Нирване Флеймо все равно придется отдать свою жизнь в тот момент, когда он окажется в ловушке. Беспорядки в городе Грехов достигли Гухуая. Он с тревогой связался с Блейдлайтом в голосовом чате. Где вы, ребята, прямо сейчас? Не волнуйся, мы уже в пути, сказал респлендент Блейдлайт. Блейдлайт и тысяча элит из племени невероятных людей, которые зачищали подземелья в крае и ра, рванулись в город Грехов. Я слышал, что финансовая группа ВЕК также мобилизовала 2000 своих элитных членов. Ребята, будьте осторожны, сказал Гухуай, не испытывая ни малейшего чувства уверенности. Пришла и финансовая группа ВЕК А, похоже, нас ожидает настоящая вечеринка. Блейдлайт нахмурил брови. Со мной связался Слепи Фокс, Фалани другие, которые тоже отправят некоторых людей, сказал Гухуай. Бой был неизбежен. Обе стороны понесли бы тяжелые потери. Подкрепления из Священной Империи, Сапфирового Храма и других союзных гильдий уже торопились на помощь. Город Грехов превратился в гигантский водоворот, в который вошли все ведущие эксперты с обеих сторон. Более 80% мастеров праведной фракции собирались встретиться друг с другом. Ниянь бежал через узкий переулок. Посмотрев в небо, молодой человек заметил более 20 летающих маунтов, вплотную следующих за ним. Игроки корпорации Энгела также были везде. Юноша сумел несколько разорвать дистанцию между собой и преследователями и начал нараспев читать заклинания. Во вспышке света появился Золотой Дракончик и заблокировал переулок своей огромной фигурой. Затем Ниянь открыл божественный призыв и вызвал паладина Лафуса. Паладин Лафус появился рядом с Золотым Дракончиком и был готов вылечить его в любой момент. Это Золотой Дракон Нирваны Флейма. Все, будьте осторожны. Гра-э-э-э-эр. Золотой Дракончик взорвал игроков корпорации Энгела дыханием дракона. Бум! Более десяти игроков были сожжены дотла. Ална магия обрушилась на Золотого Дракончика. Однако он едва вздрогнул. Гра-э-э-э-э-э-э-эр. Повернув голову, питомец Нирваны Флейма послал воинов, направляющихся к нему, в полет. Золотой Дракончик прикрыл Ниянь остыла. Однако ничто не остановило сотню игроков корпорации Энгела, атакующих его с фронта. Бесчисленные заклинания свистели в направлении юноши, полностью скрывая за собой небосклон. Призыв Стражей Рока. Три огромных Стража Рока, одетые в колючие черные доспехи, появились перед Нияним. Они размахивали своими пылающими черными мечами и уничтожали дюжину воинов. Ниянь присел на корточке в середине переулка, имея своих питомцев и призванных существ, защищающих его спереди и сзади. Игроки корпорации Энгела были беспомощны против этой тактики. Они нападали на Нирвану Флейма волнами, но Золотой Дракончик и Стражи Рока отбили их еще до того, как игроки приблизились. Проклятие! Этот Золотой Дракон и эти Стражи Рока слишком сильны. Мы не можем приблизиться к Нирване Флейму. Когда игроки из корпорации Энгела не знали, что делать, Ангутянши наконец-то появился. Лидер корпорации Энгела нахмурился. Он уже хорошо понимал сильные и слабые стороны Золотого Дракона Нирваны Флейма. Однако Ангутянши понятия не имело в этих Стражах Рока, не говоря уже о том, что их было трое. Видя их большие фигуры и костяные крылья на спине, зловещие черные доспехи и большие пылающие мечи, его сердце упало. Золотой Дракончик пришел в бешенство, изо всех сил отбивая силы корпорации Энгела. Десятки врагов пали под в его мощные атаки. Все эти игроки были элитой корпорации Энгела. Видя, как они умирают вот так, Ангутянши почувствовал, что его сердце кровоточит. Он вытащил три стрелы из своего колчана и выпустил их. Бум, бум, бум. Стрелы поразили Золотого Дракончика. Удар от их взрывов заставил его отступить. Минус 28 997 31 128 30 001. Какой страшный урон. Ниянь поспешно велел паладину Лафусу исцелить Золотого Дракончика. Три магистра стояли на крышах над нерваной флеймом, образуя треугольник. Они начали повторять заклинания, вероятно, готовясь использовать магию большого масштаба. Чувствуя сильные магические колебания над ним, Ниянь нахмурил брови. Они планируют использовать запрещенную магию. Если бы они активировали запрещенную магию, то не только он, но и несколько тысяч игроков корпорации Ангела в окрестностях также были бы уничтожены в мгновение ока. Впрочем, Ниянь не удивился тому, что Ангутянши был готов пожертвовать своими игроками, чтобы убить его. Молодой человек чувствовал давление, оказываемое на него. Юноша должен был убраться отсюда и как можно быстрее. Если бы этим трем магистрам было позволено скастовать их запрещенную магию, он оказался бы в мире проблем. К сожалению, Ниянь был заблокирован со всех сторон игроками корпорации Ангела. Им просто не было видно ни конца, ни края. Пути отступления не было. Кто бы ни убил нервану флейма, он получит полный комплект снаряжения суп легендарного ранга и дополнительные 500 тысяч золота. Ангутянши взревел, стиснув зубы. Игроки корпорации Ангела сразу же загорелись. Полный комплект снаряжения суп легендарного ранга и 500 тысяч золота были огромным искушением. Под проливным дождем стрел Ангутянши золотой дракончик был вынужден отступить, не в силах отомстить. Несколько воинов в золотых доспехах воспользовались возможностью, чтобы атаковать его. Отбрось эту разожравшуюся ящерицу в сторону. Удар щитом, удар щитом. Огромные щиты ударили в золотого дракончика. Звуки удара металла по воздуху. Охотники на демонов, сосредоточьтесь на нерване флейме. Бесчисленные стрелы падали с неба. Ни я не использовал теневой вальс, чтобы уклониться от большинства стрел, но он все еще был поражен семью. К счастью, они не могли нанести ему много урона, около 10 тысяч единиц здоровья, которые он быстро вылечил зельем. Золотой дракончик ничего не мог поделать, полностью подавленной мощью ангутянши, словно тренировочный манекен. Если бы не паладин Лафус, постоянно исцеляющий его, питомец Ни яня бы давно умер. Что касается стражей Рока, перед лицом стольких игроков, среди которых было небольшое количество мастеров, то даже они начали колебаться. Тем не менее больше всего беспокоили Ни яня трое магистров, поющих над его головой. Он был готов активировать Судью Господня в любое время. Если бы это была запрещенная магия атакующего типа, у него не было бы другого выбора. Зловещие клубящиеся черные облака собрались в небе, сопровождаемые треском грома и молнии. Черные тучи медленно спускались, удушающие давление пронизывало воздух. Мембрана света распространялась в окрестностях, охватывая все в радиусе трехсот метров, как непроницаемая клетка. Ничто не может войти или выйти. Видя такое развитие событий, Ни янь побледнел лицом. Это был всепожирающий плазменный шторм. Знание молодого человека об этом заклинании было ограничено только одним ужасающим видео в его прошлой жизни. Всепожирающий плазменный шторм блокировал все в определенной области, прежде чем полностью залить ее молниями. До тех пор, пока три магистра, приведшие его в действия, не умерли, а магическое образование не было разрушено. Заклинание теоретически могло продолжаться вечно. Похоже, корпорация ангела не пожалела усилий, чтобы справиться с ним, даже взяв в руки что-то вроде всепожирающего плазменного шторма. Ни янь понял, что судья господень не продержится достаточно долго, чтобы выдержать этот чудовищный шторм. Мне нужно быстро уйти отсюда. В этот момент молния прорезала воздух и рухнула на землю. Это место было заполнено игроками корпорации ангела. Ангутянши был действительно кем-то невероятным. Ради убийства Ни яня он был готов пожертвовать всеми этими людьми. Бум! Удар молнией ударил одного из стражей рока. Искры разлетелись повсюду, когда он превратился в пепел. Шесть игроков в окружении стараж рока не чувствовали себя лучше. Игроки из корпорации ангела зашумели. Все, кто умрет здесь, получит в три раза больше обычной компенсации. Сконцентрируйтесь на том, чтобы убить Нирвану Флейма. Тяжелым голосом сказал Ангутянши. Это обещание успокоило его людей, заставив их укоротить гнев в своих сердцах. Даже если бы они умерли здесь, они не проиграли бы. Они выдержали молнию и бросились вперед с опрометчивой энергией. Когда упал первый разряд молнии, рухнули еще двое. К счастью, эти молнии упали на игроков из корпорации ангела. Ниянь был совершенно поражен. Эти молнии сходили с неба без разбора. После двух ударов молнии на землю обрушились еще четыре разряда, убив паладина Лафуса и двух оставшихся стражей рока. Ниянь вспомнил видео, которое он смотрел в своей прошлой жизни. Когда разыгрывался всепожирающий плазменный шторм, сначала обрушивался только один заряд молнии, затем два, затем четыре, восемь, шестнадцать и так далее. Вскоре все будет уничтожено. Шестнадцать разрядов молнии обрушились на землю. Один прошел прямо за Ниянем. Судья господень. Буум. Молния ударила молодого человека, когда искры пролетели повсюду. К счастью, он был временно невосприимчив ко всей магии. Время Нияня было ограничено. Он посмотрел на крыши. Сначала я должен убить этих трех магистров. Это единственный способ остановить чертово заклинание. Он внезапно заметил несколько силуэтов, появляющихся позади магистров. Сердце молодого человека задрожало. Это они. В последнюю секунду магистры что-то почувствовали. Они пытались отреагировать, но было слишком поздно. Холодные вспышки стали пронзали их горло. ПСФХТ, ПСФХТ, ПСФХТ. Кровь брызнула в воздух. Трое магистров были мгновенно убиты. Их трупы упали с крыш. Всепожирающий плазменный шторм, не достигший даже 20 сильных ударов молнии, медленно рассеивался в небе. Сан, Мистейкин Смайл и Кинков Зе Ворлд появились на крышах одновременно. Вражеское подкрепление. Обнаружив игроков из племени невероятных людей, наплывающих отовсюду, Нгутянши почувствовал, как его сердце задрожало. Теперь не осталось никаких шансов уничтожить Нирвану Флейма. Убейте стольких, скольких сможете. Нгутянши выхватил свой длинный лук и обрушил стрелы на игроков из племени невероятных людей. Бум, бум, бум. Десятки игроков оказались во власти взрывов. Лейсу, Блейдлайт и Смоукстаб подошли к краю крыши, затем прыгнули в ряды игроков корпорации Ангела. Плотный град магии и стрелы обрушился на Респлендента Блейдлайта, Аквасмоукстаба и Лейсу, нанося по несколько сотен урона каждому. Их статистика была настолько смехотворно высокой, что это было незначительно. Самый суровый из них, Лейсу, имел более 100 тысяч единиц здоровья. Это было одно из преимуществ их нового класса. Начиная со 140 уровня, они получали удивительное количество здоровья с каждым уровнем, превращая их в ходячие крепости, которые никто не мог разрушить. Их защита слишком высока. Мы не можем пройти ее даже преодолеть. Дерьмо. Что это за защита? Обычно их атаки наносят не менее 6000 урона, но против ходячих крепостей, подобных этим троим, они наносят всего несколько сотен урона. Блейдлайт, Смоукстаб и Лейсу были как лисы в курятнике. Каждое резкое движение их клинков высвобождало мощные атаки. Они вырубили десятки игроков в мгновение ока. Силы корпорации Ангела погрузились в настоящий хаос. Из-за боязни нанести удар по своим, маги не посмели использовать магию областного действия. Они могли использовать только свои целевые заклинания. Ангутянши посмотрел вниз. Блейдлайт, Смоукстаб и Лейсу пронзали все на своем пути. Никто не мог остановить их продвижение. Боевая формация корпорации Ангела была сломлена, в то время как силы племени невероятных людей медленно продвигались вперед. Ангутянши не мог перестать мысленно сыпать ругательствами. Будь ты проклят, Нирвана Флейм. Хотя в то же время он также завидовал Ниеню. Секий раз, когда появлялись Респлендент Блейдлайт и другие, они демонстрировали удивительное боевое мастерство и переворачивали ход битвы. Как Ниеню удалось собрать всех этих экспертов. Количество игроков в корпорации Ангела, которые могли соперничать с Блейдлайтом он мог пересчитать по пальцам одной руки. Между тем, в племени невероятных людей было более 30 игроков подобного уровня. Видя, как Респлендент Блейдлайт прорезает его силы, как капусту Ангутянши больше не мог сдерживать свой гнев. Он вытащил несколько стрел и поднял свой длинный лук. Тванг. Едва охотник на демонов отпустил тетиву, как стрелы помчались на поиске своих целей. Ангутянши повторил это еще два раза. Девять стрел пролетели к Респленденту Блейдлайту. Блейдлайт, берегись. Ниянь предупредил товарища, заранее заметив атаку. Блейдлайт только что разрубил троицу игроков. Услышав крик, он поднял голову. Приложив некоторые усилия, он бросился в сторону, пытаясь увернуться от девяти стрел. Удар щитом. Удар щитом. В это время два игрока Корпорации Ангела бросились вперед и заблокировали Блейдлайта. Бастион Бога Войны. Когда он испустил глубокий рев, тело Респлендента Блейдлайта осветилось ослепительным сиянием, напоминающим внушающего страх Бога Войны. С сейсмическим ударом он отправил двух воинов в полет. Затем чемпион поднял свой большой щит, чтобы заблокировать девять стрел. Бум. Первая стрела попала в щит Блейдлайта и взорвалась, в результате чего шесть игроков Корпорации Ангела, находящихся ближе всего к Респленденту Блейдлайту, были взорваны. Блейдлайт был поражен взрывом и оттеснен на несколько шагов назад. Минус тридцать два четыреста девяносто четыре. Бум. 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 Еще восемь стрел попали в Блейдлайта. Когда раздались последовательные взрывы, нежные лучи света упали на Респлендента Блейдлайта, восстанавливая его здоровье, когда оно приближалось к концу. Однако во всем этом хаосе мало кто это заметил. Девять стрел взорвались в быстрой последовательности, каждый из этих взрывов обладал пугающей убийственной силой. Это было ужасно. Десятки игроков Корпорации Ангела и восемь игроков Племени Невероятных Людей были захвачены взрывами и погибли. Только Блейдлайт оставался стоять, можно было только представить, какое давление он испытывал. Отступив почти на шесть метров назад, Блейдлайт пропустил шаг и упал на землю. Это было оно. На этот раз Блейдлайт был точно мертв. Игроки Племя Невероятных Людей с беспокойством наблюдали за игроками Корпорации Ангела, их глаза были полны восторга. Однако когда пыль осела, у всех отвисли челюсти, ведь они наблюдали, как Респлендент Блейдлайт встал на ноги, как Блейдлайт мог до сих пор оставаться живым. Они ясно видели, как каждый из взрывов наносил от 30 до 40 тысяч урона. Может ли быть так, что у него было 400 тысяч здоровья? Лишь несколько мастеров заметили свет исцеления между ударами. Их взгляд упал на Пейнтит Муслин и Янгсевина в стороне. Два из архиепископов Племени Невероятных Людей были здесь. Неудивительно, что Блейдлайт не умер. Ангутянш видел все с высоты птичьего полета в небе. Между каждой его стрелой один из двоих архиепископов, то Пейнтит Муслин, то Янгсевин излечивали чемпиона. Их командная работа была безупречна. Если бы один из них был слишком медленным, Блейдлайт умер бы. Девять стрел Ангутянши взлетели в быстрой последовательности, с долей секунды. Тем не менее Янгсевин и Пейнтит Муслин все же смогли прокрасться между атаками своими исцелениями. Это был невероятный подвиг. Ангутянши хотел врезаться головой в стену. Он даже не мог убить Блейдлайта. Респлендент Блейдлайт стабилизировался. Видя, что его здоровье уже полностью восстановилось, он знал, что Пейнтит Муслин и Янгсевин спасли его. С двумя архиепископами за спиной ни о чем было беспокоиться. Респлендент Блейдлайт и Ангутянши пристально смотрели в глаза. С улыбкой на лице чемпион показал ему средний палец. Вдали издалека Андингскаундрил, Саммербак и другие не могли удержаться от смеха. Оказалось, что даже в Блейдлайт была какая-то вульгарность. Лицо Ангутянши стало красным. Казалось, что у лидера корпорации Ангела вот-вот сорвет крышу. Это была голая провокация. Он сердито вытащил несколько стрел, желая преподать Блейдлайту урок, но быстро остановился. Враг его троллил слишком очевидно. Если бы Ангутянши сосредоточил все свое внимание на Блейдлайте, он бы потратил свое время впустую. Он не мог нанести больше урона, чем те два архиепископа могли излечить. Тогда все остальные игроки племени невероятных людей смогут делать все, что захотят. Ангутянши подавил ярость в своем сердце. Он указал своим длинным луком в другое место. Когда он пытался отстрелить магистров из племени невероятных людей, то был удручен, обнаружив, что его взрывные стрелы никак не влияют на них, так как они могут переместиться в безопасное место в мгновение ока. Блейдлайт пожал плечами, казалось, что Ангутянши не хочет продолжать игру, и бросился на других игроков из корпорации Ангела. Тем временем Ниянь уже убил 30 игроков. С помощью своих товарищей по гильдии он мог от всей души отомстить своим несостоявшимся убийцам. Мастера племени невероятных людей были слишком сильны. Войска корпорации Ангела чувствовали, что не могут дышать. Давайте покажем этим ничтожествам, кто в доме хозяин. Андинг Скаундрил восторженно закричал. Моральный дух игроков племени невероятных людей взлетел до предела, и они начали крушить врагов с еще большим усердием. Силы корпорации Ангела Ангела уже падали под давлением. Этот ободренный штурм племени невероятных людей стал последней соломинкой, сломавшей верблюду спину. Ряды корпорации Ангела были в замешательстве. Видя, как ситуация ухудшается, Ангутянши крикнул, «Все, отступаем!». Игроки из корпорации Ангела потеряли волю к продолжению боя. Они быстро отступили. Маги использовали мгновенное перемещение, а воры скрылись в невидимости. Те, кто не мог бежать, раздавили свои неизвестные свитки перемещения. Силы племени невероятных людей воспользовались этой возможностью, чтобы убить еще несколько сотен игроков из корпорации Ангела. Вскоре на земле не осталось ни одного игрока из вражеского стана. Ниянь посмотрел в небо. Ангутянши все еще не ушел. Он использовал свои взрывные стрелы, чтобы убить еще дюжину игроков племя невероятных людей. «Убейте его!» – закричал молодой человек. С лучником с крыльями было чрезвычайно трудно иметь дело, особенно в такой среде, как Город грехов, где летающие маунты не могли свободно передвигаться. Даже Ниянь не мог с ним справиться. Андингскаундрил и пять других магистров использовали свои навыки мгновенного перемещения и полета на короткие расстояния, чтобы достичь крыш нескольких зданий. Подняв посохи, они готовились сбить Ангутянши. Но охотник на демонов не дал им такой возможности. Он взмахнул крыльями и отступил, исчезая за некоторыми зданиями. У них не было надежды поймать Ангутянши. Игроки могли только наблюдать, как он сбежал. Босс он ушел. Ниянь приподнял брови. Все в порядке. Сообщите о результатах битвы. Мы потеряли 835 членов. Большая часть их сброшенного снаряжения была найдена. Нам удалось убить 1300 игроков корпорации Ангела, пять из которых были мастерами. Мы получили 11 единиц снаряжения суп легендарного ранга и 1731 единицу обычного снаряжения. Это была явная победа племени невероятных людей. Единственное сожаление Нияня заключалось в том, что они не смогли убить Ангутянши. Босс, воздушные силы Ангутянши собираются в северной части города. Похоже, что они не готовы смириться с этой потерей. Что мы будем делать? Спросил респлендент Блейдлайт. Если они хотят пойти на второй тур, давайте развлекать их. Ниянь посмотрел на двух летающих маунтов в своем отделении для питомцев. Большое воздушное сражение между их двумя гильдиями должно было рано или поздно произойти. У племени невероятных людей было меньше летающих маунтов, чем у корпорации Ангела с самого начала, но расстояние между ними только увеличивалось. Тем не менее они все еще имели преимущество, когда дело доходило до летающих маунтов высокого ранга. Согласно сообщениям Гухуая, корпорация Ангела мобилизовал более тысячу летающих маунтов. Они готовились к финальной схватке с племенем невероятных людей. Онлайн на общественных форумах они уже выпустили декларацию о вызове. Племя невероятных людей не могло отступить. Весь сервер ждал ответа. Ниянь посмотрел на окно своих питомцев. Темнокрылый дракон еще не полностью восстановился, но он вернулся как минимум на 70% своей полной силы. Тем временем призрачный дракон уже достиг пика шестого ранга и был всего в шаге от прорыва до седьмого ранга. Что касается бессмертного Феникса Сия, он не был уверен, насколько созрел летающий маунт девушки. Племя невероятных людей, безусловно, было в состоянии противостоять врагу. Однако, поскольку корпорация Ангела осмелился бросить вызов, это означало, что они, естественно, подготовились. Он не хотел рисковать жизнью своих основных сил, особенно когда для них в этом не было никакой нужды. Ниянь на секунду задумался, прежде чем прошептать Гухуайю. Помоги мне связаться с Плинте. Ты хочешь попросить помощи падшего Ангела, чтобы справиться с корпорацией Ангела? Спросил Гухуай. Да, падший Ангел и корпорации Ангела являются заклятыми врагами. Падший Ангел хочет избавиться от них даже больше, чем мы. Они были бы более чем готовы протянуть нам руку помощи в уничтожении воздушных сил корпорации Ангела, сказал Ниянь со слабой улыбкой. Ниянь быстро связался с Плинте и объяснил свой план. Конечно же, падший Ангел немедленно согласился помощь и направил свои самые элитные воздушные силы, чтобы помочь племени невероятных людей в этой битве. Ниянь чувствовал себя все более уверенно. С помощью падшего Ангела ситуация стала намного менее проблемной. Теперь ему оставалось только ждать помощи. Чем больше усилий приложит падший Ангел, тем меньше пострадает племя невероятных людей. Помнишь, ты заставлял меня исследовать связь между падшим Ангелом и корпорацией Ангела? Ну, я нашел что-то интересное. Хочешь угадать, что это? Спросил Гухуай. Прекращай уже наводить туман. Просто скажи мне, в чем там дело? Ты слышала Брутус Цапитал Грауп, имею некоторое представление. В этом замешана она. Члены Брутус Цапитал Грауп распространила филиалы по всему миру, но их основные операции сосредоточены в Европе. По слухам, они контролировали более 50% всей экономической активности в мире. Хотя они не такие, какими были несколько десятилетий назад, голодный верблюд все еще крупнее лошади. Они настоящий непоколебимый Левиафан. В настоящее время лидерами шести европейских стран являются представители Брутус Цапитал Грауп. Брутус Цапитал Грауп был основан несколькими людьми. Первоначально никто не был принят в их ряды. Только позже они расширились внутренний круг до чуть более 200 членов, пока, наконец, 200 лет назад они не начали принимать потомков своих членов. Каждое новое поколение выбирает наиболее талантливую молодежь, чтобы сделать своим приемником. У этой эпохи просто два чрезвычайно талантливых потомка. Итак, лидер будет выбран из них двоих. Значит, ты говоришь, что эти два потомка, Ангутян Шейплинти, именно. Более того, по традиции компании, входящие в Брутус Цапитал Грауп никогда не выходят на рынок. Таким образом, трудно узнать истинную глубину их активов. Все, что мы знаем, это то, что их ресурсы практически безграничны. Их богатство намного превышает богатство шести самых богатых людей в мире, и они способны влиять на политическую сферу нескольких десятков стран. И последнее замечание. По слухам, когда Федерация разрабатывала Цанвецтеон, они получили огромную финансовую поддержку от Брутус Цапитал Грауп. Это откровение оставило Ниеня безмолвным. Он хотел знать, каковы были Ангутян Шейплинти в реальном мире с тех пор, как впервые столкнулся с ними. Молодой человек знал, что они были влиятельными наследниками из Европы, но он не ожидал, что их влияние достигнет столь глубокого уровня. Неудивительно, что падший ангел не жалел усилий, чтобы уничтожить корпорацию ангела. Руководители Брутус Цапитал Грауп собираются раз в пять лет. Их следующая встреча состоится через два года, и именно тогда будет выбран их новый лидер. До тех пор сила, которую может использовать Ангутян Шейплинти ограничено. Однако достаточно сказать, что мы должны быть уверены, что Ангутян Шейплинти не станет лидером. Это было бы очень плохо для нас, сказал Гухуай. Ниянь примерно понял ситуацию. Ангутян Шейплинти были в настоящее время только членами Брутус Цапитал Грауп. Победа падшего ангела не обязательно будет хорошей вещью для племени невероятных людей. Но если победит корпорация ангела, Брутус Цапитал Грауп, несомненно, станет существом, которое может угрожать всемирному объединению. Между этими двумя вариантами выбор падшего ангела был меньшим из двух зол. Ниянь начал мобилизацию сил племени невероятных людей. Они собрались на центральной площади в городе грехов и вызвали своих всадников. В самый разгар этого процесса к Нииню подошли Блейдлайт, Андинг Скаундрилл и несколько других, кипя от злости. Этот ублюдок Ангутян Шейплинти убил 16 наших членов из засады. Мы почти поймали его, но эти чертовы крылья. Эта крыса действительно может быстро бегать. Андинг Скаундрилл не мог удержаться от проклятий. У племени невероятных людей не было способа разобраться с Ангутян Шейплинти на данный момент. Эти крылья дали ему огромное преимущество. Охотник на демонов мог легко использовать их, чтобы поймать подходящий момент и получить невероятную выгоду. У обеих сторон было всего несколько тысяч настоящих элит. Убийство 20 из них было потрясающим результатом. Вы думали о том, как с ним справиться? Спросил Ниинь. На самом деле, нет. Мы можем только попытаться заставить магистров заблокировать его, но этот ублюдок действительно осторожен. Он начинает удирать в тот же момент, когда видит, как приходят наши мастера. Он не будет драться с нами, черт возьми. Ниинь припомнил перо демона в своей сумке. Если бы он мог найти другие материалы, он мог бы создать крылья демона. Тогда у него будет способ справиться с Ангутян Шейплинти. Жаль, что он не успел выполнить этот квест. Давайте сначала подумаем о том, как справиться с воздушными силами корпорации Ангела, сказал Ниинь. Он получил известие о том, что подкрепление отпадшего Ангела уже находится здесь. Однако в следующем сообщении говорилось, что они были перехвачены пантеоном. Сколько у нас летающих маунтов? Спросил Ниинь. Около девяти сотен в городе грехов. И есть еще те, кто сейчас спешит сюда, сказал паладин Элигии. Ниинь есть босс, который сбрасывает фрукты короля драконов. Если мы сможем получить его, это поможет твоему темнокрылому дракону прорваться, внезапно вспомнил Блейдлайт. Где находится этот босс? Скептически поинтересовался Ниинь. Их битва с корпорацией Ангела должна была начаться с минуты на минуту. Почему Блейдлайт вдруг упомянул босса? Респлендент Блейдлайт, ты не думаешь, что уже слишком поздно, чтобы охотиться на босса? Аквасмоукстап в недоумении приподнял свои брови. Еще не поздно. Он ведь находится здесь, в локации Край Мира. Мы можем с легкостью разобраться с ним за полчаса. Я ни на секунду не поверю, что мы начнем драться раньше. Давайте воспользуемся этим временем с толком. Если мы сможем получить фрукты короля драконов, мы заработаем большие деньги. Подумайте об этом, темнокрылый дракон уже летающий маунт восьмого ранга. Если он съест фрукты короля драконов и прорвется к девятому уровню, все изменится, сказал Блейдлайт с улыбкой. Все замолчали. Летающие маунты отличались от других существ. Разница в два или три ранга была огромной. Например, летающие маунты шестого ранга могли нанести очень незначительный урон летающим маунтам восьмого ранга, а летающие маунты пятого ранга практически ничего не могли ему сделать. Если бы у племени невероятных людей был темнокрылый дракон девятого ранга, они могли бы полностью уничтожить воздушную силу корпорации ангела. В то время только несколько летающих маунтов седьмого ранга из корпорации ангела могли нанести какой-либо ущерб темнокрылому дракону. Слова Блейдлайта напомнили всем о том, насколько страшной силой будет летающий маунт девятого ранга. Итак, ты готов к этому? Респлендент Блейдлайт спросил Ни-Яня. Теперь все ждали его решения. Расскажи мне о боссе, сказал Ни-Янь. Босс, ронявший после смерти такой суперредкий предмет, как фрукт короля драконов, определенно не будет простым. Падший ангел Бруфут, золотой монстр 180 уровня. Он находится в специальном подземелье. Как только мы откроем его, никто больше не сможет войти. Максимальный размер команды 30 человек, сказал Блейдлайт. Каковы наши шансы убить этого босса? Все были заинтересованы в оценке Блейдлайт. Я не уверен. И корпорации ангела, и финансовая группа ВЕК отправили команды в это подземелье, но они каждый раз были уничтожены. Я собрал некоторые данные. Посмотрите сами, сказал Блейдлайт. То, что не удалось сделать корпорации ангела и финансовой группе ВЕК, не обязательно приведет и к провалу племени невероятных людей. В конце концов, целители и дамокделлеры во всей игре. Глядя на данные, я говорю, что у нас есть шанс не менее 60% заключил Смоукстаб. Они сражались, по крайней мере, с несколькими сотнями, если не тысячами боссов на краю мира. В некоторые дни они убивали по дюжине тварей. У него было достаточно опыта, чтобы выдвинуть такое суждение. Таким образом, мнение Аквасмоукстаба можно считать довольно точным. Если наши шансы так хороши, давайте попробуем. Андинг Скаундрил, как всегда, был очень оптимистичен. Подземелья отличались от других мест. Без шансов, что кто-то их потревожит. Даже если враги наткнутся на то же подземелье, они могут просто вернуться к своим трупам, чтобы ожить. Даже если они уронят свое снаряжение, игроки могут просто забрать его обратно. Опыт, который они потеряют в результате гибели, тоже значительно уменьшился. Если бы они могли убить босса за три полного уничтожения команды, то определенно не понесли бы значительных убытков. Только если команда постоянно уничтожается боссом, без проблеска надежды на победу над ним, не имело смысла входить в подземелье. Это будет просто невыгодно. Все смотрели на Нияня. Стоило ему только отдать приказ, и они немедленно отправились бы в путь. Блидлайт, ты собираешь членов. Пусть все остальные останутся в режиме ожидания в баре «Конец света», сказал Ниянь. У города Грехов было одно довольно безопасное место, и это был бар «Конец света». Владельцем был легендарный маг, так что никто не осмеливался создавать там проблемы. Это было надежное убежище. Три минуты спустя Ниянь и другие оторвались от публики и тайно отправились в путь. Северный район города Грехов, здесь собрались воздушные силы корпорации Ангела в размере тысячи человек. В небе кружили всевозможные крупные летающие маунты. Официальное объявление Ангутянши вызвало огромный резонанс на форумах. Отношения между двумя гильдиями уже были похожи на огонь и лед. Их жестокие конфликты затронули каждого игрока на всем континенте. С миллионами войск с обеих сторон можно было представить масштабы этой войны. Обе стороны готовились к следующей большой стычке, которая будет вестись в небе над городом Грехов. Как только начнется битва, вся карта будет охвачена пламенем войны. Многие независимые игроки отправлялись в город Грехов. Они хотели стать свидетелями битвы лично. Были ли какие-либо движения на стороне племени невероятных людей, поинтересовался Ангутянши. Мы только что получили известие, что Нирвана Флейм, Блейдлайт и другие их мастера внезапно исчезли. Мы понятия не имеем, куда они ушли, ответил маг. Сердце Ангутянши упало. Он тут же начал задаваться вопросом, что планировала группа Нирваны Флейма. Все участники, будьте бдительны. Если что-то случится, немедленно сообщите об этом. Он на мгновение потер подбородок, помимо упомянутых тобой, где остальные отряды племени невероятных людей. Они спрятались в баре Конец Света. Бар Конец Света. Черт, эти проклятые трусы. Ангутянши ругался, как сапожник. Каким бы наглым он ни был, он не осмеливался создавать там проблемы. Несмотря на то, что племя невероятных людей приняли его вызов, срок до столкновения составлял еще три часа. Если они не появятся раньше, корпорации Ангела придется уступить. Он мог только ждать, пока что. Босс, я уверен, что они что-то замышляют, сказал Эвел Монарк. У него было неприятное чувство. Я тоже так думаю. Хэм, как вы думаете, они пытаются бросить вызов падшему ангелу Бруфуту и получить фрукты короля драконов? Спросил Стоун Сплиттер. Скорее всего, нет. И даже если это так, Бруфут совершенно безнадежен. Если они попытаются это сделать, даже со своей высшей элитой их ждет грубое пробуждение. Ангутянши покачал головой. Он испытал на себе силу падшего ангела Бруфута, и это оставило глубокое впечатление в сердце лидера корпорации Ангела. Мы должны все равно расследовать их передвижение, предложил Эвел Монарк. Если бы племя невероятных людей действительно пыталось попасть в это подземелье, им пришлось бы готовиться к худшему. Ангутянши на мгновение задумался, прежде чем кивнуть. Ты абсолютно прав. Я пришлю кого-нибудь для расследования прямо сейчас. Вор из корпорации Ангела отправляется в специальное подземелье. Через некоторое время он сообщил Ангутянши, что никто туда не вошел. Так куда же они ушли? Ангутянши пробормотал. То, чего Ангутянши не знал, так это то, что Ниянь и другие все еще готовились к борьбе с падшим ангелом Бруфутом. Ниянь приказал, чтобы магазин зелий Звездной Ночи доставил 13 различных видов зелий, всего 390 штук, и раздал их. Кроме того, он также получил большое количество вещей от изобретателей. Заостренное лезвие было намного лучше для выполнения задачи. Эти приготовления были абсолютно необходимы и могли спасти команду от полного уничтожения. Примерно через 10 минут после того, как разведчик Ангутянши ушел, Ниянь и другие пробрались в подземелье. Они поднялись по высокой лестнице и прошли по длинному извилистому коридору перед огромным храмом, парящим в воздухе. Храм был высотой более сотни метров с высокими колоннами, которые врезались в небо. Это нужное место, сказал Блейдлайт. Черт, этот храм огромен. Андинг Скаундри лахнул в изумлении. Ему пришлось откинуть голову назад, чтобы увидеть верхнюю часть. Ниянь подошел к святыне и заглянул внутрь. Внутреннее убранство было просторным, как и предполагалось снаружи, а пол был сделан из какого-то неизвестного камня, который блестел, как звезды на ночном небе. Тонкая мембрана света окружала вход в храм, отделяя его от внешнего мира. Падший ангел Бруфут внутри. Прежде чем он выйдет сам, Бруфут сначала отправит 10 волн монстров. С ними тоже довольно сложно иметь дело, так что будьте бдительны, напомнил Блейдлайт. Он повернулся к Нияню. Мы готовы, так что только отдай приказ. Ниянь подошел к постаменту перед входом в храм. На вершине был хрустальный шар размером с баскетбольный мяч. Молодой человек положил на него ладонь и начал читать заклинания, медленно вращая шар по часовой стрелке. Щелк, щелк, щелк. Какой-то механизм был активирован в постаменте. Ниянь оглянулся через плечо и сказал, пойдемте внутрь. Все вошли в храм. В центре храма было широкое открытое пространство диаметром около 400 метров. Когда они вошли, гигантский силуэт упал с потолка. Это был пятиметровый ангел в серебряных доспехах. По его внешнему виду существо можно принять за человека, если бы не две пары черных крыльев, растущих у него за спиной. Он выглядел как мужчина лет 50. Это он, падший ангел Бруфут. Этот четырехкрылый ангел был их целью. В этот момент боевой ангел коленна пробудилась ото сна и посмотрела на Бруфута с презрительным горением в глазах. Бруфут, ты убогий предатель. Если бы не ты, небесная армия не проиграла бы в противостоянии драконам. Боевой ангел коленна размахивал своим посохом. Видя реакцию боевого ангела коленны, Ниянь был взволнован. С ее помощью их шансы на успех существенно увеличатся. Падший ангел Бруфут посмотрел на группу Нияня. Очередная группа людей пришла, чтобы выбросить свои жизни. Вы ничтожные муравьи. Когда вы уже чему-нибудь научитесь. Ой, что это я вижу. Коленна, значит ты еще жива. Действительно жаль, ты стала такой маленькой и слабой. Ха-ха-ха. Бруфут, ты позоришься. Я убью тебя, даже если это будет последнее, что я сделаю, и предложу твой прах павшим. Миниатюрная фигура коленны дрожала от чистого гнева. Давай, коленна. Я хотел бы увидеть, как ты попробуешь это сделать. Только ты и эти ничтожные люди. Ха-ха-ха. Смех Бруфута отразился эхом по всему залу. Готовы ли вы принять квест коленны? Убейте падшего ангела Бруфута. Респлендент Блейдлайт и другие переключили свое внимание на коленну. Все они видели уведомление, которое только что получил лидер гильдии. Кто бы мог подумать, что она запустит новый квест, подобный этому. Их целью было убить падшего ангела Бруфут в любом случае. Они не могли не задаться вопросом, какие дополнительные награды получит, если примут этот квест. Ниянь принял квест и, как и он, коленна перешла в боевой режим. Похоже, наши шансы на победу теперь будут намного выше, чем 60%, отметил Смоукстап с улыбкой. Он уже был свидетелем мощи боевого ангела коленны. Бруфут размахивал своим мечом и кричал, ха, волна из 30 огромных черных медведей появилась из воздуха. Они выглядели как танки, когда бросились к команде Нирваны Флейма, дерьмо, 30 черных медведей в первой волне, Нирвана Флейм, что-то не так, выкрикнул Респлендент Блейдлайт. Согласно собранной им информации, Бруфут будет вызывать этих медведей только на шестой волне, а их будет шесть, а не тридцать. Дополнительное присутствие боевого ангела коленны увеличило сложность во много раз, их сердца упали. Значит ли это, что вся их информация теперь бессмысленна? Что будет дальше, какой-нибудь монстр, которого они никогда раньше не видели? Бастион Бога Войны взревел Респлендент Блейдлайт. Его тело озарилось золотым сиянием, когда чемпион попытался перехватить медведей. Провокация. Дюжина медведей немедленно сосредоточилась на Блейдлайте. Смоук Стап, Лофти Шадоу, Монохром и Джилл из Силы Ису также вышли вперед. Защита этих медведей была невероятно высока, их шкура оказалась почти непроницаемой. Не говоря уже об их удивительной силе атаки. Корпорация Ангела, финансовая группа Век и все остальные, кто пытался совершить заход в это подземелье, были заняты борьбой только с шестью из этих медведей, но команде племени невероятных людей пришлось иметь дело сразу с тридцатью. Янг Севин, Пентит Муслин, Блэк Хевин и другие целители в фоновом режиме кастовали исцеление, повторяя их одно за другим в попытке изо всех сил поддерживать воинов в авангарде. Их лбы были покрыты потом. Они должны были сохранять строгую сосредоточенность, поскольку малейшая ошибка могла стоить воинам жизней. Медведи наносили более 9 тысяч урона в результате удара по Блейдлайту и более 13 тысяч по остальным. Ливень из заклинаний обрушился на медведей. Одеяло значения урона в районе 3000 единиц каждой поднялось в воздух. Тем не менее эти медведи имели 6 миллионов здоровья. Дерьмо! Их слишком много! Вскричал Андинг Скаундрил. Ниянь пробрался за спину медведя и оглушил его удушающим ударом, а затем атаковал ударом в спину обратным хватом. 7329, 12855. Даже Ниянь наносил им только такое мизерное количество повреждений. Защита этих медведей была просто слишком высока. Молодой человек нахмурил брови. Когда он взглянул на колену, она наконец-то приняла меры. Со взмахом посоха она бросила щит на респлендента Блейдлайта. Слабая оболочка света окутала чемпиона. На вид этот барьер ничем не отличался от обычного сияющего щита. Бенк! Бенк! Два когтя приземлились на Блейдлайта. 621, 625. Респлендент Блейдлайт расширил глаза в шоке. Какой мощный щит! Боевой ангел коленно не остановилась на этом, последовательно накладывая щиты на всех остальных воинов. Получаемый ими урон был мгновенно уменьшен на 90%. Затем она усилила магическую силу каждого, увеличивая их урон в 8 раз. Андинг Скаундрил взглянул на свою строку состояния. Он втянул в себя глоток холодного воздуха. Магистр насчитал более 11 различных благословений, увеличивающих его магическую силу, скорость каста, скорость восстановления маны и т.д. Эффекты благословений были ошеломляющими. Бенг, Бенг, Бенг. Вихрь пламени поднялся в воздух. 33-234, 35-251, 3799. Вскоре первый медведь издал печальный крик и рухнул на землю. Благодаря благословениям коленны урон Андинг Скаундрила и других магистров взлетел до небес. Что касается воинов на линии фронта, им даже не понадобились щиты для защиты от этих медведей. Они собрали всех медведей в одном месте. Магистры начали раз за разом читать свою низкоуровневую магию областного действия. Вызвали поток огня, молнии и льда. Войны плавно отступили за пределы области действия магии. Их командная работа была безупречна. В течение двух минут трупы медведей покрыли всю землю. Чертовски горячие. Почему я не сумел получить боевого ангела во время моего квеста про продвижение класса? Танья пожаловался с завистью в голосе. На что ты жалуешься? Ты получил арканфею седьмого ранга. Ты должен быть доволен тем, что у тебя есть. Ниянь ухмыльнулся. Арканфея седьмого ранга была уже невероятно сильна. Танья почесал голову с усмешкой. Ф-ф-ф-ф, как моя фея может сравниться с этим твоим ангелом? Ниянь посмотрел на святую фею Сия. Она уже достигла пятого ранга. Хотя феи были не так редки, как раньше. Вся праведная фракция насчитывала около тридцати человек. Возможно, только три или четыре были пятого ранга или выше. Тем не менее их нельзя сравнивать с ангелом-хранителем. Фея была существом, которое было на несколько уровней ниже тотема. Кинков Зе Ворлд Сан и другие теневые танцоры собрали выпавшие с медведей вещи. Нашли что-нибудь хорошее? Спросил Ниянь. Да. Божественный камень тьмы. Кинков Зе Ворлд радостно воскликнул. Божественный камень тьмы. Сердце Ниянь забилось. Божественные камни тьмы были невероятно редкими предметами, которые можно получить от демонических монстров. Это был конечный катализатор, важнейший материал во многих рецептах. Если вы также сумели заполучить коробку трансмутатора или ящик Пандоры, возможные рецепты на выбор были безграничны. Помимо божественного камня тьмы, выпало приличное ожерелье священника, которое было передано Пентит Муслин. Падший ангел Бруфут презрительно посмотрел, на них. Он плыл в воздухе, барьер защищал монстра. Таким образом, группа Нияня не могла напасть на падшего ангела. Они могли только ждать его следующего шага. Сколько у нас времени до следующей волны? Вы знаете, что он собирается вызвать дальше? Спросил Ниянь. Следующая волна? Я думаю, через три минуты. Я не слишком уверен. Эта первая волна уже отличалась от нашей информации, ответил Блейдлайт. Сложность подземелья сильно возросла после того, как Ниянь принял квест коленны. Я понимаю. Давайте восстановимся настолько, насколько сможем, сказал Ниянь. Все сели восстанавливать здоровье и Ману. Интересно, что можно сделать из этого божественного камня тьмы? Ниянь уже собирался искать в интернете, когда Сия послала ему ссылку. Что это? Спросил Ниянь. Это рецепты изготовления с помощью божественного камня тьмы. Я подумала, что это то, что тебя заинтересует, сказала Сия с очаровательной улыбкой. Ниянь почувствовал тепло в своем сердце. Прошло уже три года с тех пор, как они впервые встретились в этой жизни. Их отношения выросли до такой степени, что они могли сказать, что хочет другой, не нуждаясь ни в чем. Молодой человек пролистал рецепты. Всего их было около шестидесяти, но большинство из них парня не интересовало. Он как раз собирался закрыть страницу, когда его взгляд упал на последний рецепт в списке. Крылья демона. Информационное сообщение. Рецепт крыльев демона. Необходимые материалы для крафта. Перу демона Х1. Божественный камень тьмы Х1. Жадеитовый самоцвет Х5. Темный гримуар Х1. Темная руническая ткань Х2. Ниянь не мог сдержать охватившее его волнение. Эти крылья демона были именно тем предметом, к которому он стремился. У него уже было перо демона. В сочетании с камнем божественной тьмы у него было два необходимых крафтовых материала. Молодой человек не знал, как трудно найти жадеитовый самоцвет, темный гримуар и темную руническую ткань. Он мог только надеяться, что это не будет слишком сложно. Чем раньше он получит эти крылья, тем раньше ему будет иметь возможность расправиться с Ангу Тянши. Ниянь немедленно связался с Гу Ху Айм. Помоги мне найти пять жадеитовых самоцветов, темный гримуар и 12 темных рунических тканей. Я нуждаюсь в них как можно скорее. Для чего тебе нужны эти вещи? Удивленно спросил Гу Ху Айм. Хотя жадеитовые самоцветы были редкостью, он знал о них. Что касается темного гримуара и темных рунических тканей, он никогда даже не слышал о них раньше. Они являются крафтовыми материалами для изготовления крыльев, объяснил Ниянь. Гу Ху Айм сразу понял важность этих предметов. Он, конечно, знал о битве в городе грехов и о том, как Ангу Тянши обгоняет их своими крыльями. И Гу Ху Айм и его команда пытались придумать способы борьбы с Ангу Тянши, но найти крылья было слишком сложно. В конце концов, даже у крыльев Сарина был шанс выпадения всего один на пятьдесят тысяч. Поэтому, когда Ниянь сказал ему, зачем нужны эти предметы, исполнительный лидер гильдии быстро ответил. Я немедленно займусь этим вопросом. Ниянь мог только молиться, чтобы Гу Ху Айм быстро нашел материалы. Было бы великолепно, если бы у него были крылья для предстоящей битвы. Ниянь прекратил разговор. Примерно через три минуты падший ангел Бруфут размахивал своим великим мечом и вызвал двадцать свирепых костяных гигантов. Граер. Они беспокойно ходили взад и вперед по центру храма. Я возьму пятерых из них. Респлендент Блейдлайт бросился вперед. Я возьму троих. Я возьму двоих. Воины быстро привлекли огородиких костяных гигантов. У них была идеальная синергия, и их движения были хорошо отработаны и плавны. Как и в противостоянии медведям, эти свирепые костяные гиганты не были слишком сложными противниками, благодаря боевому ангелу Калинне, которая в начале боя наградила всех благословениями и щитами. В течение нескольких минут свирепые костяные гиганты начали падать влево и вправо. Несколько энергетических кристаллов выпало из свирепых костяных гигантов. Их можно было скормить непосредственно питомцам и летающим маунтом. Ниянь получил два энергетические кристалла с атрибутом тьмы. Он был единственным в этой команде, кто имел летающего маунта с атрибутом тьмы. Немного подумав, Ниянь вызвал своего призрачного дракона и позволил ему немного размять тело, прежде чем накормить своего летающего маунта двумя энергетическими кристаллами с атрибутом тьмы. Призрачный дракон уже был на грани прорыва к седьмому рангу. Эти два энергетических кристалла с атрибутом тьмы были, пожалуй, всем, что ему было нужно. Когда все увидели призрачного дракона, они были ошеломлены. Ниянь никому не говорил о получении этого красавца, он не был типом, который любил хвастаться. Итак, его товарищи впервые увидели этого летающего маунта. Несмотря на то, что он не выглядел таким грозным, как темнокрылый дракон, призрачный дракон все равно был шокирующим. Босс, ты поменял летающих маунтов? Спросил паладин Элегии. Общеизвестно, что у каждого игрока может быть только один летающий маунт. Помните способность божественного могущества короля драконов от меча Зинарда? Это позволяет ему иметь двух летающих маунтов с типом дракон, сказал Смоукстап. Только несколько человек в племени невероятных людей знали, что Ниянь получил призрачного дракона. Это был как раз тот вопрос, когда чем меньше людей в него посвящено, тем лучше. Все люди в этой команде были заслуживающими доверия. Таким образом, у Нияня не было никаких опасений по поводу вызова призрачного дракона перед ними. Этот призрачный дракон сейчас находится на 6 ранге, но похоже, что он начинает прорываться, отметил сам Мирбак. Да, я надеюсь, что это произойдет до предстоящей битвы, сказал Ниянь. Тогда у нашей стороны будет еще один летающий маунт 7 ранга. В это время между волнами они начали болтать о призрачном драконе, задаваясь вопросом, насколько он будет эффективен в бою. Босс, призрачный дракон, это тип ближнего боя или магический, спросил Андинг Скаундрил. Магический, ответил Ниянь. У всех загорелись глаза, большинство летающих маунтов были типами ближнего боя. Магические типы встречались намного реже, особенно среди таких существ, как драконы. Высококачественные летающие маунты магического типа было бесценным сокровищем. Каковы его навыки? Вы узнаете через несколько часов, Ниянь усмехнулся. Ах, перестань дразнить нас, босс. Видя загадочную улыбку Нияня, любопытство каждого разыгрывалось все сильнее. Съев два энергетических кристалла с атрибутом тьмы, призрачный дракон издал низкий рев, как будто ему было больно. Ниянь знал, что это хороший знак. Он отозвал призрачного дракона назад, отправив его в пространство для питомцев, обращая пристально внимание на состояние летающего маунта. Вскоре Ниянь почувствовал мощную волну энергии, пронесшуюся по его пространству для питомцев. Его сердце дрожало. Призрачный дракон претерпел потрясающую трансформацию. Он стал намного больше, а кожа стала черной, как пустота. Острые шипы росли вокруг крыльев призрачного дракона. Они были несравненно остры и излучали леденящую ауру. Призрачный дракон прорвался до седьмого ранга. Несмотря на то, что сейчас он казался слабым и бесполезным, Ниянь подтвердил, что летающий маунт уже достиг седьмого ранга. Вероятно, прорыв забрал слишком много его сил. Ниянь накормил его парой ядер жизни тьмы, чтобы помочь быстрее восстановиться. К тому времени, когда начнется схватка с корпорацией ангела, призрачный дракон будет в самом расцвете сил. Прорыв призрачного дракона воодушевил Нияня. Молодой человек нетерпеливо проверил страницу его статуса. Как он и предсказывал, у него появилось два новых навыка. Первый новый навык назывался фантом. Призрачный дракон может стать бестелесным, чтобы избежать атаки врага. Второе новое умение было названо спонтанное самовозгорание. Обладая целью, он может использовать огонь своей души, чтобы постоянно сжигать здоровье противника. Чрезвычайно безжалостный навык, духовное овладение и спонтанное самовозгорание прекрасно взаимодействуют друг с другом и могут стать непревзойденным убийственным ходом. Пока цель не была на два ранга выше, они никак не могли избежать смерти. Ниянь был чрезвычайно счастлив при виде этих двух новых навыков призрачного дракона. При поддержке боевого ангела коленной команда Нияня прошла первые восемь волн. На девятой волне падший ангел Бруфут вызвал трех бегемотов. У каждого было по 30 тысяч здоровья. Это была первая жестокая и ожесточенная битва. Эти пятиметровые звери парили над землей. Было очень трудно обезопасить их агро, когда они преследовали магов, которые могли только использовать мгновенное перемещение, чтобы избежать атак этих страшных противников. Ниянь вызвал золотого дракончика и паладина Лафус, добавив все, что мог к боевой силе команды. Дерьмо. Их физическая защита слишком высока. Мы не можем обеспечить их агро. С тревогой вскрикнул респлендент Блейдлайт. Он мог нанести только тысячу или около того урона бегемотам, в то время как маги регулярно наносили критические удары, наносящие в районе от 8 до 10 тысяч единиц урона. Кванг. Бегемот отбросил респлендента Блейдлайта в сторону и бросился к Танья. Танья несколько раз подряд использовал мгновенное перемещение и увернулся от удара. Он произнес заклинание и выпустил шквал огненных шаров. С воинами вне игры маги могли полагаться только на себя, чтобы оставаться в безопасности. Ниянь вошел в скрытность и бросился к одному из бегемотов. Этот же бегемот приблизился к сам Мирбагу и ударил его своими массивными когтями. Сам Мирбаг уже собирался переместиться, когда заметил несущийся силуэт. Его сердце бешено стучало. Благословив себя бегущим по ветру, он уклонился в сторону. Бегемот обернулся и захотел преследовать сам Мирбага, когда за ним появилась фигура Нияня, которая и атаковала монстра со спины. Бенг. Противник тут же был обездвижен. В мгновение ока на бегемота обрушился поток заклинаний. В других местах Цанвецтеон многие крупные гильдии беспокойно болтали. Каждый мог почувствовать напряжение, витающее в воздухе. Силы падшего ангела уже прибыли в проход подземного мира. Сообщалось, что они отбили команду из пантеона, которая их перехватила. Хотя они понесли некоторые потери, их главная сила была все еще не поврежденной. Воздушные силы корпорации ангела терпеливо ждали в северном районе города грехов. Даже при том, что они отправили большое количество воров, чтобы найти местонахождение нирваны флейма. Они ничего не смогли найти. Это было почти похоже на то, как будто он растворился в воздухе. Крепость Клеменси. Руководители корпорации ангела и финансовой группы ВЕК проводили экстренное совещание. В конференц-зале присутствовало 30 человек. Ангутянши посмотрел на Цаосю и рядом с ним. Что мы будем делать дальше? Я оставлю это тебе. Цаосю и кивнул, прежде чем повернуться лицом к остальным людям в комнате. Ангутянши и я пришли к соглашению. Через два часа мы объявим тотальную войну против племени невероятных людей. Нет больше причин сдерживаться. Мы собираемся поставить все на карту и победить врага. Я надеюсь, что все здесь собравшиеся приложат все усилия. Слова Цаосю и взорвались, как бомба. Хотя боевые действия с племенем невероятных людей никогда не прекращались, столкновения до сих пор были ограничены местными районами. Обе стороны все еще сдерживались, чтобы избежать слишком большого количества жертв. Пока они могли контролировать другого, все было в порядке. Однако, как только разразится тотальная война, потери будут расти, пока не останется только одна сторона. Босс Ца, каковы наши шансы? 50% может быть немного выше. Только 50%? Почему мы принимаем такой огромный риск? По крайней мере, сейчас мы можем поддерживать патовую ситуацию и модернизировать наши опорные пункты. Однако, как только мы вступим в тотальную войну, будет невозможно поддерживать какое-то подобие стабильности, не говоря уже о падшем Ангеле, который смотрит на нас, как тигр со стороны. Это ужасная идея. Откладывание неизбежного будет стоить нам дороже. Плюс у нас есть хорошая возможность прямо сейчас. Основные силы падшего Ангела уже прибыли на поверхность. Их штаб-квартира беззащитна. Пантеон поддержит наши усилия, объявив тотальную войну против падшего Ангела через два часа. Племя невероятных людей и падший Ангел вступают в сговор вместе. Если мы сначала подождем, пока они решат разобраться с Пантеоном, то когда они повернутся к нам, мы уже потеряем инициативу, объяснил Цаосюй. Собравшиеся в комнате обменялись взглядами. Так оказалось, Пантеон планировал объявить тотальную войну против падшего Ангела. Также, как с племенем невероятных людей и корпорацией Ангелов праведной фракции, между падшим Ангелом и Пантеоном, только один мог править злой фракцией. Если это так, у нас нет возражений. Хотя могу я напомнить боссу, что наши расходы резко возрастут, как только начнется война. Не волнуйся, ваш босс и я позаботимся об этом. В течение трех дней у нас будет 10 миллионов золота и еще 30 миллионов в ближайшем будущем, сказал Цаосюй. Как генеральный директор финансовой группы ВЕК, у него было достаточно ресурсов. Ангутянши не потерял ни одного потенциального преемника Брутус Цапитал Грауп. Они вдвоем очистили торговую платформу от всего золота. Даже снаряжение высокого уровня, выставленное на аукцион, не пощадили. Конечно, их действия вызвали огромные потрясения на рынке. Цена на золото взлетела на 300%, равно как и цена на снаряжение высокого уровня. Можно только представить, сколько денег Цаосюй и Ангутянши вложили в игру. Когда Цаосюй и Ангутянши тратили деньги, как сумасшедшие, на реальной торговой платформе, Ниянь сгребал деньги. Золото и снаряжение для продажи было его. После конвертации в кредиты реального мира он перевел средства на банковский счет Всемирного объединения. У него не было никакого способа помешать Цаосюю и Ангутянши приобретать золото в больших объемах. Курсы обмена, которые они предлагали, были намного выше рыночных, так что ему было лучше просто зарабатывать на них деньги. 40 миллионов это много золота, но этого все равно недостаточно, чтобы идти в ногу с племенем невероятных людей. Согласно моей информации, у них есть несколько сотен миллионов золота в запасах, а также бесконечные запасы зелий. Как только начнется война, мы будем сжигать наши запасы зелий. Вскоре у нас не останется иного выбора, кроме как тайно покупать большие количество в магазине зелий Звездной Ночи. Если ничего не изменится, наши расходы на зелья превысят 60 миллионов золота в течение полугода. Что если мы не выиграем войну к тому времени? Босс Ангу, босс Ца, если вы считаете, что у нас достаточно средств, мы без колебаний пойдем на войну с племенем невероятных людей. Именно так мы и считаем. Идите ли готовьтесь. Через два часа мы объявляем тотальную войну против племени невероятных людей, сказал Ца Сюй. Еще два года назад Ца Сюй и Ангу Тянши уже попали в путы плана, который деликатно разработал Ниянь. Магазин зелий Звездной Ночи представлял собой гигантскую сеть, охватывающую весь рынок зелий праведной фракции. Перед лицом его высоких цен на зелье даже у таких двух левиафанов, как корпорации Ангела и финансовая группа Век, не было другого выбора, кроме как склонить головы. Каждый месяц они еле-еле справляются со своими расходами. Как только война начнется, эти две гильдии станут машинами, сжигающими деньги, так что у Ца Сюй и Ангу Тянши не будет иного выбора, кроме как потратить пугающие суммы денег из реального мира, чтобы поддержать свои военные усилия. Ниянь продавал золото, в то время как Ца Сюй и Ангу Тянши покупали золото, которое, в свою очередь, использовалось для покупки зелий и снаряжения. В конце концов, большая часть золота упадет обратно в карманы Нияня. В основном это было то же самое, что они бросали в него свои деньги в бесконечном цикле. По всей вероятности, Ца Сюй и Ангу Тянши уже заметили эту ловушку. Однако они ничего не могли с этим поделать. В конце концов, они не могли просто отказаться от своих инвестиций в империю Сатрин. Независимо от стоимости, они считали, что инвестиции того стоили. Ниянь и его команда все еще сражались с бегемотами. Двое из трех были почти мертвы. Ниянь, ребята, вы уже закончили? С тревогой спросил Гухуай. Еще не совсем. А что такое? Я только что получил сообщение о том, что три армии, состоящие из одного миллиона восьмисот тысяч военнослужащих из корпорации Ангела и финансовой группы ВЕК, идут к Великим Лугам Абернати и Веридейской империи с трех разных направлений. Похоже, они планируют сделать все возможное, сказал Гухуай. Все золото, которое ты вложил в платформу транзакций реального мира, было продано. Что мы делаем? Глаза Нияня расширились от удивления. Он не ожидал, что они будут действовать так быстро. Немедленно собери наши войска. Разберись с теми, кто приближается к Великим Лугам Абернати. Что касается тех, кто собирается в эридейскую империю, используй наши цитадели, чтобы удержать их и ослабить их силу. Можешь ли ты также перечислить еще 50 миллионов золота для продажи на платформу транзакций реального мира? Гухуай был шокирован. Он мог понять первые два приказа, но разве третий не отдавал ресурсы врагу? 50 миллионов золота? Разве это не проблема? Вот то, что ты просто обязан сделать после выставления золота на продажу. Утрой цены на все товары, продаваемые в магазине зелий Звездной Ночи. Ничто не приходит бесплатно, сказал Ниянь с улыбкой. Он долго думал над этим планом. После того, как он немного подумал, Гухуай осознал, что все так очевидно. Сначала ты заставил их полностью положиться на магазин зелий Звездной Ночи, поскольку у них не было альтернативы. Затем все, что тебе нужно было сделать, это дождаться начала войны. Им нужны зелья, и их можно получить только у нас. Это ложится тяжелым бременем на их финансы. Им нужно раскошелиться как минимум еще на 50, а то и 60 миллионов золотых. Независимо от того, что мы делаем с ценой, они могут только принять это. Лучше всего то, что даже если мы поднимем цены так высоко, это не повлияет на бизнес магазина зелий Звездной Ночи. Особенно этот последний момент был важным фактором для Гухуая. В конце концов, магазин зелий Звездной Ночи был главной финансовой опорой племени невероятных людей. Без этого они были бы сломлены до конца дня. Доверься мне, у меня был ученый исследующий это. В случае войны спрос на зелья увеличится вдвое, а поставки сырья упадут примерно на 30%. Предложение не будет соответствовать спросу. Мы будем обвинять дефицит сырья в повышении цен. Продажи обычным игрокам могут упасть. Однако, чтобы оставаться актуальными в этой войне, корпорации Ангела и финансовая группа Век будут вынуждены продолжать покупать наши товары. Это может не увеличить нашу прибыль, но она также не упадет, в то время как наш враг увидит, как их расходы прорвутся сквозь крышу. Казалось, что у нее не все было запланировано. Гухуай почувствовал облегчение. Мы уже начали производство осадных орудий в Акароне? Да. У нас работает 50 заводов. Ежедневно они могут сделать 120 катапульт и три бушетов. Сырья достаточно, чтобы продержаться нам еще 15 дней. Однако это стоило нам 120 миллионов золота, сказал Гухуай. Он начал работать над этим полгода назад и, наконец, начал видеть плоды своего труда. Не волнуйся. Деньги не проблема, прямо сказал Ни Янь. Деньги не проблема, только Ни Янь посмел бы произнести эти слова. Если бы кому-то еще были представлены, считав 120 миллионов золотых, они, вероятно, потеряли бы сознание от шока. Примерно через два часа вся праведная фракция вступит во всеобщую гражданскую войну, и город грехов станет первым полем битвы. Если бы Ни Янь и другие элиты племени невероятных людей смогли победить корпорацию ангела здесь, это было бы огромным стимулом для морального духа гильдии. Хорошо, давайте ускорим темп. Похоже, конец уже близок. Корпорация ангела уже планирует объявить тотальную войну. Мы должны очистить это подземелье до начала этих событий, несмотря ни на что, выкрикнул Ни Янь. Босс, корпорация ангела действительно планирует объявить тотальную войну? Боюсь, что да. Они уже отправили 1 миллион 800 тысяч военнослужащих в направлении Колора и Великих Лугов в Абернате. Однако начнется все с воздушной битвы над городом грехов. Если мы победим там, по крайней мере, с точки зрения авиационной силы, нам больше не придется бояться корпорации ангела. Если мы проиграем, вы можете себе представить последствия, сказал Ни Янь. Если они проиграют воздушную битву, это будет означать катастрофу для воздушных сил племени невероятных людей. Гра-а-а-а-р. Бегемот издал скорбный крик и рухнул на землю. С первой смертью бегемота команда нашла возможность немного перевести дыхание. В остальном бороться стало намного легче. Не прошло и пяти минут, как третий и последний бегемот упал. Возродите падших, проговорил Ни Янь. Они потеряли пять товарищей по команде в этой битве. Пэнтит Муслин, Янг Севин и другие священники начали возрождать умерших, после чего все сели восстановить потраченное здоровье и ману. Эти бегемоты сбросили что-нибудь хорошее? Да, упал вечный драгоценный камень. Ни Янь посмотрел на мистейкин Смайла, который держал в руке драгоценный камень размером с лицо. Он был овальной формы и полностью прозрачный, сверкающий семицветным сиянием. Вечные драгоценные камни были чрезвычайно известны, потому что у них было более 600 различных видов использования, включая ремонт снаряжения и оживление питомцев. Они почти никогда не продавались на рынке. Это было определенно бесценное сокровище. На официальном сайте было подробное объяснение использования вечного драгоценного камня. У каждого монстра в Санвецтеон был шанс сбросить вечный драгоценный камень. Чем выше уровень, тем вероятнее выпадение. Тем не менее это был первый раз, когда Ни Янь нашел такой, свидетельство того, насколько смехотворно низок был уровень выпадения этого сокровища. Из бесчисленных монстров, убиваемых каждый день, неделю, месяц или год, возможно, один или два вечных драгоценных камня будут падать каждый раз в синюю луну. Молодой человек убрал вечный драгоценный камень в свою сумку. Помимо этого, бегемоты также оставили после себя книгу навыков воина под названием «Гневный раскол». Это был невероятно высокоуровневый и качественный навык. С его помощью можно было даже атаковать летающего босса. После некоторого обсуждения было решено, что книга навыков перейдет как восьмолкстабу. В то время как большинство людей все еще восстанавливалось, падший ангел Бруфут спустился на землю. Его маниакальный и разъяренный смех сотряс всю святыню. Лицо Блейдлайта побледнело. Нирвана Флейм, что-то не так. Обычно он вызывает еще одну волну, прежде чем спуститься на землю. Падший ангел Бруфут собирался лично атаковать их. Ни Янь не стал слишком долго раздумывать. Мы все равно собирались драться с ним. Неважно, сейчас или позже. Вставайте в боевой порядок. Все быстро встали. Респлендент Блейдлайт, Смоукстаб, Лейсу и другие воины заняли свои позиции перед магами, как человеческая стена. Воры скрылись в невидимости и растворились в тени, ожидая возможности нанести удар. Падший ангел Бруфут перевел взгляд на группу Ни Яня и холодно усмехнулся. Колено, ты и твои крысы действительно разозлили меня. Я лично отправлю тебя в загробную жизнь. Когда эти слова покинули его рот, падший ангел Бруфут взмахнул мечом. Огромный удар молнии обрушился на землю, когда перед ним появился гигантский дракон. Он был примерно того же размера, что и взрослый дракон с фиолетовыми глазами, и был также вариативным лордом двухсотого уровня. Описание монстров мобов. Громовой дракон, вариативный лорд, уровень 200. Здоровье? Все сглотнули. Падший ангел Бруфут уже был достаточно жестким противником. Теперь им также пришлось сражаться с громовым драконом. Это противостояние быстро перешло от трудного к невозможному. Нирвана Флейм, я не думаю, что мы можем победить в этом противостоянии. Давай бросим эту затею, сказал Блейдлайт. Дело не в том, что он боялся, просто разница в силе была слишком велика. Иногда отступление было лучшим вариантом. Ни Янь сомкнул брови, прежде чем стиснуть зубы. Давайте отступим. Громовой дракон и падший ангел Бруфут приблизились к команде, беря ее в клещи. Все потеряли желание сопротивляться и быстро отступили. Похоже, мы не сумеем выйти из этого противостояния невредимым. Те из вас, кто может получить возможность сбежать, незамедлительно уходите, горестно сказал Ни Янь. Когда все почувствовали темное отчаяние, колено начала нараспев читать заклинания. Все ее тело озарилось ослепительным сиянием. Вырвалась мощная аура, застигшая всех врасплох. О, могущественный бог света, очисти все зло, уничтожь несправедливых. Пусть свет растопит тьму, куда бы он ни шел. Боевой ангел колено парило в воздухе. Хотя ее рост был крошечным, она испускала невероятно могущественные чувства. Даже несмотря на то, что Ни Янь не знал, какое заклинание произносит колено, он мог сказать, что оно, по крайней мере, на уровне запрещенной магии. Стоп. Давайте пока воздержимся от отступления. Респлендент Блейдлайт, ты иди и сдерживай громового дракона. Ловти шадоу, ты бери падшего ангела Бруфута. Не позволяйте им приблизиться к коленне, несмотря ни на что. Приказал Ни Янь. Колено было совершенно беззащитной в разгар совевописнопения. Если бы громовому дракону или Бруфуту было позволено прервать ее, любой шанс на победу был бы просто выброшен на ветер. Все они могли чувствовать сильные магические колебания в воздухе. Это возродило надежду в их сердцах. Колено пело только несколько секунд, когда мощная священная аура обрушилась на всю команду. Они получили 12 благословений, увеличив все их характеристики на 300%, дав им щиты и многое другое. Черт, я чувствую, что переполнен силой. Это потрясающе. Доверие команды поднималось на все новые высоты. Возможно, они действительно смогли бы победить громового дракона и падшего ангела Бруфута. Вы ничтожные смертные. Даже божественные благословения Морфеста не спасут вас. Такие слабаки, как вы, недостойны этой силы. Падший ангел Бруфут неистово сыпал проклятиями. Когда он шагнул вперед, святыня яростно задрожала, как будто все место начало разрушаться. Тело громового дракона потрескивало от электричества, когда он обнажил свои клыки и когти. Бастион Бога Войны. Респлендент Блейдлайт превратился в воплощение Бога Войны и устремляется вперед. Лавти Шадоу сделал то же самое, хотя его целью был Падший ангел Бруфут. Разделите их. Блейдлайт, замани дракона налево. Ниянь с тревогой командовал. Если бы громовому дракону и падшему ангелу Бруфуту было позволено работать вместе, ситуацию было бы намного сложнее контролировать. Респлендент Блейдлайт медленно уводил громового дракона. Пусть Блейдлайт заставит громового дракона отвлечься на себя. Сначала мы сфокусируемся на падшем ангеле Бруфуте. Приказал Ниянь, блистательный танцор, убей громового дракона первым. Или же Бруфут пожертвует им ради вечной жизни. Колено предупреждено. Ниянь был ошеломлен. Он быстро скорректировал свой приказ. Делайте, как она говорит, сначала сфокусируйтесь на громовом драконе. Оставьте Бруфута мне. Лофти Шадау и Янг Севину. Падший ангел Бруфут наносил более 70 тысяч урона высокой тени с каждым ударом своего светящегося клинка. К счастью, божественные благословения Морфеста дали Лофти Шадау возможность отбивать такие удары. Если бы не его новая статистика, например, 270 тысяч здоровья, воин был бы немедленно убит. С другой стороны, у Респлендент Блейдлайта и остальных не осталось выбора, кроме как сосредоточиться на громовом драконе. В это время маги бомбардировали его потоком заклинаний. После того, как Ангутянши вернулся в город грехов, он испытал чувство беспокойства. Оставался только час до истечения срока его вызова, но Нирвана Флейм и другие мастера так и не появились. Как будто они исчезли с лица земли. Тем временем войска падшего ангела прибыли на поверхность и быстро продвигались к месту назначения. Мы до сих пор не обнаружили Нирвану Флейма. Ангутянши нахмурился. Нет, но мы обнаружили, что кто-то находится в процессе прохождения подземелья падшего ангела Бруфута, ответил Стоун Сплиттер. Когда их люди снова отправились исследовать подземелье, они обнаружили, что кто-то вошел внутрь. Сердце Ангутянши дрогнуло. Группа Нияня действительно вошла в это подземелье? Он не верил, что племя невероятных людей сможет победить падшего ангела Бруфута. Этот босс был намного сильнее, чем кто-либо мог себе представить, особенно когда его здоровье падало ниже 30%. Его навыки станут смехотворно велики. Сколько времени прошло с тех пор, как они вошли в подземелье? Около половины часа. Значит, скоро их отправят в точку перерождения. Обратите пристальное внимание на ситуацию там. Сообщите немедленно, если вы узнаете, кто его запускают. Также попросите невых священников следить за кладбищем с помощью духовного зрения. Ангутянши четко отдал приказ. Только одна команда могла пробовать зачистить это подземелье одновременно. Однако, если они использовали духовное зрение для наблюдения за кладбищем, то могли бы сказать, сколько людей погибло, и на основании этого сделать вывод о своем прогрессе в подземелье. Босс, что нам делать, если они получают фрукты короля драконов? Стоунсплиттер спросил с легкой нервозностью в голосе. Думая о том, как они могут столкнуться с тем накрылым драконом девятого ранга, он почувствовал покалывание в голове. Сердце Ангутянши упало. Несмотря на то, что он категорически не желал это признавать, была реальная возможность, что падший ангел Бруфут будет побежден. В конце концов, безумный разбойник снова и снова доказывал, что он может сделать невозможно и возможным. Теневые священники из корпорации ангела немедленно отправились на кладбище. Тем не менее, Ангутянши чувствовал себя неловко. Фрукт короля драконов – это то, ради чего стоит умереть. Только после подтверждения того, что нирване Флэйму не удалось его получить, лидер корпорации ангела почувствует облегчение после 30 минут ожесточенных боев здоровья громового дракона упало до 35%, а у падшего ангела Бруфута осталось 85% здоровья. Пока что все шло гладко. Благодаря божественным благословениям Марфеста, Респлендент Блейдлайт мог с комфортом сдерживать громового дракона. Тем временем падший ангел Бруфут был занят Лофти Шадоу, Ниеним и Янгсивеном. Пока не было никаких сбоев, их уверенность росла. Возможно, они действительно могли убить падшего ангела Бруфута и его ручного громового дракона. Мы вышли на финишную прямую. Громовой дракон почти мертв. С тревогой вскричал Ниянь. Маги обрушивали на голову монстра заклинания наивысшего урона. Бенг, бенг, бенг. Бесчисленные заклинания безжалостно бомбардировали громового дракона. Еще немного, и громовой дракон будет мертв. Однако в этот момент ситуация внезапно приняла крутой оборот. Падший ангел Бруфут издал тяжелый рев, похожий на то, что он вот-вот решит отступить. Он передал приказ громовому дракону. Гра-р. Громовой дракон издал мощный рев. После пения заклинания на языке дракона, тяжелейший громовой удар обрушился на магов в Эрьергарде. «Убирайтесь с дороги!» — закричал Танья. Мгновенное перемещение, вспышка. Маги использовали все имеющиеся у них средства, чтобы уклониться от гигантского удара молнии. Бум! Удар молнии врезался в землю, вырубив большую дыру и заставив трещины распространяться по полу. До сих пор громовой дракон использовал только обычные атаки. Теперь он начал использовать магию. «Остерегайтесь его волшебства!» Респлендент Блейдлайт закричал с тревогой. Он мог защитить других только от физических атак. Чемпион ничего не мог поделать с магией громового дракона. Гра-а-а-а-а-р! Громовой дракон еще больше разозлился. Синее электричество начало потрескивать вокруг его тела. Лоб Блейдлайта блестел от пота, когда у него начались проблемы с сохранением агрогромового дракона. Если бы монстр вырвался на свободу, последствия были бы невообразимыми. Он быстро пронесся взглядом по своей панели умений, когда взгляд чемпиона упал на чрезвычайно мощный агрогенеративный навык. Добивание черного дракона. Респлиндент Блейдлайт взревел, опустив на противника свой длинный меч. Окутанный черной аурой, его клинок вспыхнул, распространяя невероятный рев дракона. Бинг! Мощный удар обрушился на лгромового дракона. Бам! Мощная сила отдачи вырвалась из длинного меча и отбросила Респлиндент Блейдлайта назад. Не только Блейдлайт, но и все игроки ближнего боя, которые напали на громового дракона, были сбиты с ног. Респлиндент Блейдлайт встал на ноги. Нежное сияние обрушилось на него, в результате чего здоровье чемпиона упало менее чем на треть. Остальным не так повезло, как Блейдлайту. Даже другие воины, хотя и были только задеты отдачей, оказались мгновенно убиты. Это навык отражения физического урона. Прекратите свои физические атаки! Блейдлайт закричал. Однако его слова пришли слишком поздно. Смоук Стаб, Лейсу, Сан, Кинг оф Зе Ворлд и Шадоу Киллер уже умерли. Умение отражения урона громового дракона наносило в 8 раз больше урона, полученного противником. Блейдлайту удалось выжить, потому что он сосредоточился прежде всего на своей оборонительной статистике. Его наступательные характеристики были относительно низкими. Но дело обстояло совершенно иначе, когда касалось Аквасмоук Стаба и Лейсу, а упоминать тройку воров здесь вообще не было нужды. Воины больше не могли держать громового дракона в заперти. Он превратился в неистового жеребца, убивающего магистров налево и направо. Ситуация достигла переломного момента. Если они потеряют еще несколько магистров, урон команды уменьшится, и с этим их надежда на убийство громового дракона. Видя, что все выходят из-под контроля, Сия махнула своим посохом. Она медленно поднялась в воздух, одежда девушки дико развивалась. Сияющий эдикт. Это была запрещенная магия бафового типа. С очередным взмахом своего посоха Сия выпустила 5 священных копий в сторону громового дракона. Бенг, бенг, бенг. 5 копий поразили громового дракона в быстрой последовательности. Каждая из них наносила более 60 тысяч урона. С каждым ударом копия громовой дракон отбрасывался назад. Гра-а-а-а-а-а-р. Громовой дракон немедленно остановился на Сия и бросился к ней. Давай атаковать изо всех сил. Вскричал Танья. Раньше они давали Блейдлайт возможность для сохранения агро. Но теперь это больше не было проблемой. Не было смысла больше сдерживаться. Магистры разразились могущественной магией, используя свои навыки с наиболее высоким уровнем урона. Танья, в частности, напоминал ружье Готлинга-1, когда выпускал бесконечный поток заклинаний. Каждая из его атак легко наносила по 20 тысяч урона. В этот момент Саннисау стихо отступил в угол. Он начал размахивать своим посохом. Один загадочный слог за другим покидали рот магистра, когда магическая энергия закрутилась вокруг него. Запрещенная магия одноцелевого типа, сияющая сингулярность. Интенсивные магические колебания в воздухе заставили громового дракона нерешительно взглянуть на Саннисауса. Бенк, бенк, бенк. Магистры не собирались упускать такую возможность. Они атаковали громового дракона более мощными заклинаниями, пока он отвлекался. Гра-а-а-а-р. Громовой дракон снова обратил свое внимание на Сия. Существо бросилось на нее, но девушка использовала мгновенное перемещение, избежав атаки. Бум! Громовой дракон промахнулся своей атакой и ударил стену позади позиции, где... Продолжение следует...